Обзац. При таможенном досмотре сотрудник Алымов ДИ счел нужным произвести рентгеноскопическую проверку картины под названием «Подпасок с огурцом». Кисти неизвестного художника начала века, которая находилась в багаже вышеупомянутого иностранного туриста. Точка, Обзац. Рентгеновский снимок показал, что под картиной «Подпасок с огурцом» скрыта другая картина более раннего происхождения. Точка. Согласно предварительному заключению, вызванного в аэропорт Шереметьево, искусствоведа-консультанта Обнорского КГ, Обнорского КГ, она является произведением 16 века. И, следовательно, подпадает под действующие инструкции о запрещении вывоза за границу предметов, составляющих художественный и культурный фонд страны. В скобках. Пункт 1. Приложение 1. К инструкции Министерства культуры СССР, номер 77. Скобку закрыть, Обзац. Принимаем во внимание объяснение интуриста о том, что ему не было известно о существовании скрытой картины, и что подпаска с огурцом он приобрел в комиссионном магазине 8 дней назад, в подтверждении чего имеется товарный чек, а также, учитывая, что попытка незаконного вывоза не состоялась и имела единичный характер, считать нецелесообразным возбуждение уголовного дела о контрабанде. Точка. С новой строки. Все материалы по данному происшествию передать для дальнейшего рассмотрения в Главное управление внутренних дел Мосгорисполкома. Первый раз в моей практике приходится заниматься картинами, да еще двухшлойными. Таисий Абнурский, вы уверены, что та нижняя действительно 16 век и действительно подлинник? Ну, чтобы судить категорически, надо удалить отсюда этого чумазого отрока, то есть раскрыть картину. И уничтожить следы преступления, если налицо преступление. Нет, я понимаю, нельзя. Поэтому произвел небольшую расчистку вот только там, в углу. Да, да, вижу. Вижу. Здесь внизу Эль Греко. Эль Греко? Присаживайтесь, Хансин Георгиевич. А рентгеновский снимок? Да, и по рентгеновскому снимку у меня также сомнений нет. Это Эль Греко. Эскиз к знаменитому портрету кардинала Фернандо Нунио де Гевара. Можно считать даже это вариант портрета. Да. Эта картина принадлежала коллекционеру Таланову. В 50-х годах она, к сожалению, перекочевала в провинцию. Да, да, знаю. Таланов уехал на родину и там умер. Все собранное завещал Краеведческому музею. Да, да, да. И вот оттуда она исчезла. В том-то и дело, что не исчезла, Константин Георгиевич. А по сведениям областного управления культуры тихо, мирно висит на своем месте. Вот как вы. Ну, вы меня озадачили. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, здесь вы помоложе. Присаживайтесь. На музейную мебель? Да ну, подумаешь. А что с ней будет? Чем могу? Я насчет подпаска с огурцом. Насчет кого? Картина. Так называется. Подпаска с огурцом. Ну, вы знаете, честно говоря, первый раз слышу. Ну, нет, так нет. Это у вас Эль Греко. Он самый кардинал Фернандо, великий инквизитор. Знаете, я-то, честно говоря, в живописи не очень. Но тут вот сразу видно классика. Понимающие интуристы, те просто ахают, сразу за фотоаппарат и хватаются. Да, серьезный старик. Да. А вы знаете, что вы недавно пытались вывезти за рубеж? Как вывезти? На самолете. Ну, для маскировки переодели подпаском. Каким подпаском? С огурцом. Да нет, подожди. Ну что, разыгрываете, что ли? Да вот же она, картина. Точно ли она, товарищ Пчелкин? Да нет, ну, конечно, она. Да нет, ну, безусловно, она. Ну, что вы, ну, да она вот так уже безотлучно лет десять висит. Если бы безотлучно. Почему вы мне сообщили о краже Управления культуры? Не понимаю. А какой краже? А краже семи картин из коллекции Таланова в прошлом году. Так не было никакой кражи. Ну, как же не было, когда была? Ну, нет, ну, не было, не было. Да мне сообщили об этой краже в милиции через пять минут после приезда. А-а-а. Так это была не кража. Была попытка кражи, причем неудачная попытка, которую ваши коллеги пресекли буквально тут же. Вот, как видите, все вернулось на место. Ничего не пропало. Это еще большой вопрос. Придется забрать вашего кардинала, чтобы специалисты могли проверить, какая из картин подлинная. Ну, знаете, это тогда вам придется забрать и меня. Эта картина представляет огромную ценность. И вы уж извините, но мне придется ее сопровождать. В таком случае я буду сопровождать вас. Выезжаем утренним поездом. Извините, что беспокою. У нас тут легкий шухер произошел. Майор столичный приехал. В челки натягает. В котельный был, влезел. Да нет, точно. Тетя Нюша в понятых была, при ней какую-то картину опечатали, сказали, что с собой возьмут. Да нет, нет, я ничего, я не шебуршусь, я помалкиваю. Ясно. Сделаю оки-доки. Маруська поцелуй передает. Что за поцелуй в трубку? Вот, приеду тогда. В общем, звони. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!» Субтитры подогнал «Симон»! КОНЕЦ 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 Ты чё по ночам шляешься? Ключи забыл. Куманёк твой привет передаёт. Куманёк, ладно. КОНЕЦ 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 Телефонограмму Томина. А чьи прочёл, Вадим Александрович? Ну, что скажете? Очень любопытно. Да? Прекрасно. Есть указание прокурора возобновить дело о краже из музея, что я вам и предлагаю. Вадим Александрович, а квитанцию комиссионки нашли? Нет ещё. Никакие соображения. Узнать, кто сдал в магазин подпаску с огурцом. Если удастся, установить, кто его купил. Попробовать определить, не пряталась ли под ним уже тогда другая вещь, или подпаску приобрели только ради этой квитанции, и чтобы потом попытаться скопировать его поверх главной картины. Пока Томин не вернётся, такой примерно круг вопросов. Для начала в этом кругу вам работы достаточно. Действуйте. Дальше. 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 Помню такую картину, помню Ага, вот Чтобы вам было яснее Первый пункт наименования Ниже размеры Фамилия владельца картины Кипчак Дата приема Продажная цена Ниже моя подпись Розанов А вот пометка НХ Это что, неизвестный художник? Совершенно точно, неизвестный художник Так, значит 23-го картина была выставлена И 25-го уже продана? Да, провисела всего два дня Не расскажете, что там было изображено? Обычный среднерусский набор Лужок, береза, корова В центре мальчик На пеньке сидит Увидя картину снова Сумеете установить, что она та самая Или ее копия? Картин Такого пошива Копии не пишут Ну, если кому-нибудь сбрило на ум ее сделать Тогда не рискну определить Детально я с картиной не знакомился Но ведь вы установили время создания Назначили цену Да, я назначил сцену Учитывая хорошую раму картины Ну, а ведь время определяю не я Картина прошла атрибуцию Атрибуцию? Да При музеях существует Ну, как бы экспертная комиссия Они определяют Принадлежность картины данному мастеру Или, так более Общо Данной школе Данному веку И это Официально сообщается Владельцу Значит, подпасок прошел атрибуцию Да, конечно Это задокументировано Да, причем подписано самой Бабарыкиной А уж если Бабарыкина ставит начало 20 века То и я совершенно автоматически ставлю начало 20 века Музу Анатольевну на Микини не проведешь Продавец магазина мог запомнить, кто купил картину? Да это и я вам скажу Вы знаете Польстился какой-то иностранец Из западных Муза Анатольевна Пересядьте, пожалуйста Сюда, будет виднее Ох, это Да, она у нас была с месяц назад Я помню Проходила атрибуцию Вы знаете, я ожидала чего-то Другого А чем она вас заинтересовала? А все-таки уделите внимание бедному парню Он тот же, что и месяц назад Не изменился в лице Не растерял часть коров Знаете, бывают такие картинки, загадки Найдите 10 различий О, простите Так это же совсем другая картина Вообще другая? Да, была посредственность, но добротная А это Это Вы знаете В таких случаях Мой муж Говорит полнейшее лимпопо Лимпопо? Муза Анатольевна, а вы не могли бы сформулировать как-нибудь иначе Чтобы было убедительно и для меня, и для следствия? Так вы возьмите картину у Кипчака и сравните Сами найдете 10 различий Это не трудно Да нет сейчас Кипчака, Муза Анатольевна Отдыхает в санатории И картины нет Продана через комиссионный магазин и канала Надежда на вас Ну хорошо Давайте я попробую Ну Знаете ли с чего начать Чтобы вы поняли суть Во-первых, фигура мальчика Она была в центре И держала всю композицию Здесь, видите, она ушла куда-то вбок Потом поза Другая Он сидел посвободнее Ну, кого-то я не считала Дело, конечно, не в поголовье, правда Но вот настроение ушло Настроение ушло Там художник в простоте душевной Что видел, то и писал А здесь Он ремесленно, сентиментально писал Ну, честно Ну, вы сами посмотрите Что вам этот пастух Симпатичен? Да не вполне Вот и мне тоже Он тупой Даже какой-то нагловатый Я Одна, но не понимаю А как она к вам попала? Картина поступила к нам Из таможни Из таможни Ах, вот как Начинаю понимать Подождите-ка, значит Ага Фокус есть Ну и что же Вот там под этим Красавцем Кто записан? Эльгрек Ну уж Неужели настоящий Эльгрек Говорят настоящий Да что вы Если настоящий Ему В мире цены Нет, просто нет цены Вот Взгляните Координал Фернандо Бог мой Да что вы Я вас поздравляю Это счастье Что картина задержана Счастье У нас Эльгрек На перечет А здесь Извольте радоваться На вывоз Да что вы Вот саранча Зарубежная Все хотят скупить Все готовы Вывезти Муза Анатольевна Да А что за личность Этот Кипчак Как вы думаете Он Мог бы пойти На подобную аферу Ой это я не знаю Знаете я с ним Мало сталкивалась Если вы хотите Я спрошу у папы А он тоже коллекционер Папа Вот папа не тоже Нет папа коллекционер С большой буквы Если хотите подвижник Папа Вот Кипчак И многие другие Те тоже Понятно А вот насколько реально Опереться на коллекционеров При расследовании Если захотят Они что угодно Просто из-под земли Достанут Если захотят Ну тут как минимум Нужно взаимопонимание А я Совсем не знаком Со средой Муза Анатольевна Да Задержитесь на минуточку Присядьте Пожалуйста Да Просветите Хоть чуточку Ну что Вы знаете На первом месте Все-таки Конечно Небывка искусства Есть тут И от игры От охоты Ну даже От торговли Как вам сказать Простите Я Я забыл ваше имущество Павел Павлович Павел Павлович Простите Вы чем-нибудь Кроме криминалистики Увлекаетесь Ну Пса держу Фехтую Бывает уже рыбу В редкие свободные дни Ага Значит Вы насаживаете Маленького червячка На крючок И мечтаете Поймать большую Глупую рыбу Мечтаю Вот И коллекционер Тоже мечтает Он мечтает Что на его крючок Попадется большая рыба Ну только не мечтает А жаждет Он иногда бывает Месяцами не спит Не ест Мечтает Как угорелый Рыщет Бывает просто Последнюю рубашку Отдаст Нет Это потому что Страсти истинные И голод Неутолимый Иногда шило на мыло Выменивает И такое бывает Но бывает и спекуляция Надувательство Просто в чистом виде Надувательство Ну А ведь тогда Ваш крючок С червяком Тоже Кошмарное Надувательство Да Пристудили Ну вот видите А кто они Чаще по профессии Ну это кто угодно Это и ветеринар И щитовод А с другой стороны Академик Пожалуйста Какой-то крупный деятель Который на собирательстве Душой даже отдыхает Замечательные есть люди Вы знаете Вот у нас Музейных работников Руки бы не дошли Иногда Отыскать и реставрировать Масса вещей А коллекционеры Просто спасают А бывает Даже новые имена Открывают Всякое бывает Нет Настоящий Это собиратель Заслуживает Всяческого уважения Настоящий Ну спасибо Ну вот Муза Анатольевна Да Вам наверняка Знакомы Многие художники Да Случайно Не могли бы определить Чье это производство Это Нет Вы знаете Здесь собственные манеры Нет Ну Какой тут художник Так Мазня по чужим Мотивам Нет Вы знаете Ищите про хвост И циника Не ошибетесь Догадываюсь Идя по стопам Шерлока Холмса Я бы даже предположил У автора больную печень Он желчный малый Вот совместите Подпаска с кардиналом По-моему Пахнет карикатурой Я с вами согласна Да Это чистая породия Ты сидишь Такой Надменный Такой Чопорный А я возьму И поверх тебя Намолю Вот такую Чумазую деревенщину Да Вы знаете Конечно Характер автора Просвечивает Завистливая Бездарность Ну Я надеюсь Что В нашем окружении Его Нет Я непременно Посоветуюсь С папой А этого надо Надо было ожидать Ведь я хотел Купить Ильгрека Я Тогда еще Таланов Перехватил У меня Буквально Исподнос И потом Передал Все собрание В краеведческий Музей Ради чего? Ради таблички Передана В дар М. Таланов Это же пустой Тщеславие Ничего больше Называется Человек Передал В дар Народу А народ Даже Сторожа Не нанял Дай мне масло Не понимаю Как Как можно Украсть Из музея Из лувра Воруют А котлетные Остолся Майя возьми Спасибо Да Только этого не хватало Из музеев Красть Да Современному Периферийному Обывателю Что Эль Грека Что Собачки Без разницы Обожаешь Строить из себя Циника Пап Ты про Кипчака Ничего не сказал Да Кипчака Девочка Существо Добропорядочное Ну а по-твоему Вот У кого могла Подняться рука Записать Эль Грека Начинаем Работать на органы Делать нечего Нашарил Мужу котлет Удоволь Да Жаль Чего тебе жаль Вообразила Что здесь Мог висеть Эль Грека Вот То-то оно Между прочим Мне по Ассоциации Припомнился Такой Случай В 20-х годах В Польше Жил один художник Который Время от времени Делал Прелестных Рубенсов Не копии А свои Оригинальные Сюжеты Я парочку видел Это просто Гениальная Имитация И вот Какой-то там Пан Лавкач Заказал ему Рубенса Большого А потом Рубенс попросил Сверху Записать Каким-то там Портретом Пейзажем Я не важно Не помню Повезли за границу А на таможне Усомнились Технику туда Еще не применяли Так Раскрыли картину Рубенс Скандал Газетная шумиха Неизвестное Полотно Рубенса Пытались Тайно Провести Из страны Пан Лавкача Этого самого Засрамили А ему Того и надо Он стал Признанным Обладателем Подлинного Рубенса И пока Правда не вышла Наружу Продал Запас На словную Цену Вот это Я понимаю Журик с фантазией Вот интересно А сколько бы Вы сейчас Выложили За этот Эскиз Кардинала 12-15 Дежурно Если серьезно То в переводе На доллары Фунты За Эль Грег Это гроши Выходите на стране Шикарно Погорел Тебя К телефону Спасибо Впрочем Вчера Тебя Опять видели В ресторане С женщиной В каком В славянском базаре Тебя Дезинформировали В славянском базаре Я был с девицей Этой дурочкой Стадии Молодчика Восковой спелости Кстати Она ни на что Путная не годится Она беспутная Тем более Проверю Ну Не перевязывайся С глупостями Нахожу в ресторане Потому что дома Скука Мертвичина И нечего жрать Мы едим На бесценном Фарфоре Позалоченными Вилками И ложками Ну что мы едим Бутерброды Комсерве Бесконечные Яички С мятку Хорошо Когда еще Магазинные котлеты Ой Я пережил Ненеградскую блокаду Как мы мерзли Как голодали Впрочем Папа тоже Пережил блокаду А к еде Относится нормально Вполне Умерен В еде Легко быть Умеренным Легко А я до всего Жадный До женщин Удовольствия Денег Жратвы Папа Папа находится В переходном возрасте С этого света На тот Не смей Не смей Не смей Да Говорит Не смей Ой Да дурью мучаются Слушай, Аберт Ты же знаешь, что муза Эмоциональный, как мать Но нужно учитывать Нечего Валивать эмоции на одного супруга За немением прочих объектов Кому это все достанется А? Антолий Кузьмич Где ваши наследники? А, к шутам Без толку Хочу показать одну вещичку Прошу, Анатолий Кузьмич Где добыл-то Выловил Из моря Жатейского Ага Ну, и что же тебе Снится, что это Рокотов? А почему бы не Рокотов? Беру свидетель Заболоцкого Ее глаза, как два тумана Полуулыбка, полуплач Ее глаза, как два обмана Покрытых муглою Неудач Та-та-там Та-та-та-та Когда почонки наступают И надвигается гроза Со дна души моей Мерцают Ее прекрасные глаза Да Глаза, правда Есть и характер И есть Легкости Не хватает, не хватает Таланта, нечаянность Правда, пап? Слишком добросовестно сделано Да, но глаза-то, глаза-то Мерцают Я считаю Восемнадцатый век Это бесспорно, да? Но под Рокотова Продать бы я его За Рокотова продал Вот купить не купил Ну, вот и прекрасно Музычка А чай еще не вскипел Скажи, пожалуйста Вот и прекрасно Пускай пока повесит у вас Ну, у тебя же комната есть Туда и вешай Нет, требуется ваша марка Вот с этого надо начинать Тогда прибыль пополам Музыка Ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Салют. Ради. От принес. С тебя. Да, аванси. Получишь. Кимушка, проходи. Привет. Ой, спасибо большое. Проходи, как раз к чаю. Мне бы кружку попроще только. А то еще разобьешь что-нибудь с княжеским гербом. А у меня? Сюрприз. Подожди минутку. Папа, можно я возьму? Пожалуйста. А чаю будешь пить? Нет. Ким, ну-ка смотри. Полюбуйся. И это чья же такая? Сам смотри. Не знаю. Во всяком случае, ей годков двести. Молодец. Правильно. Вот ты глядишь на меня, а он умер. Художник живет в своих творениях. Живет, конечно, если есть имя. Иначе шиш. Вот тебя вот он увековечил. А сам остался НХ. Неизвестный художник. Их и тресни. А мечтал, наверное, прославиться. Хватит причитать. Кимушка, иди пить чай. Иди. Я тебе сейчас расскажу потрясающую историю. Детектив про Эль Грека. Для достижения центростремительного построения художник подчиняет формы предметов контурным полуокружностям, контрастирующим с цветовыми плоскостями. И переводишь без слов, да? Частично. Устроил себе искусствоведческий ликбез. Ну, выкладывай. Что привез? Привез второго кардинала, Паш. Привез директора музея. Еще привез вагон туману и полезных сведений. Маленькую тележку. Ну, садись. Рассказывай. Ну, картины были украдены и тотчас найдены. Украдены культурно. Воры отключили сигнализацию, пока ночной зефир струил эфир, вынести все, что им понравилось через окно нижнего этажа. Под утро сторож обнаружил пропажу и позвонил в милицию. Вот, Паш. И вот отсюда начинается самое интересное. Ну, ну. Картины были найдены через 10-12 минут. Собака взяла след и привела котельные рядом. В двух кварталах. Там было все аккуратнейшим образом сложено. И на радостях никто не подумал, почему и зачем сложено? Естественно. А кого тогда подозревали? Никого. Судя по тому, что сумели отключить сигнализацию, значит, консультировал кто-нибудь из тамошних? Не обязательно, Павлик. Ты понимаешь, тут такое дело. Городок стоит на туристской трассе. И месяц, в котором произошла кража, был рекордный по числу посетителей. При чем статистика? А при том, что сигнализацию проводили и опробовали в рабочее время, как раз на глазах этого рекордного числа посетителей. Голова тяпкая. О-о-о, я примерно то же самое сказал про раба, только в более крепких выражениях. А он что? А он сказал, что люди работают в рабочее время, потому он и называется рабочее. А в нерабочее время люди не работают. И что обеспечение секретности – это дело организации, которая его нанимает. Разумно? Вполне. У директора музея тоже есть разумное объяснение? Отговаривается, что публика дура, и что сигнализацию от проводки не отличает. Все, Павлик, тележка опустела. Предлагается в неограниченном количестве туман. Значит, по первому заходу на месте гола. Да. Мне теперь придется сесть на месте и процеживать все сквозь маленькое ситечко. Слушай, пошли кого-нибудь. Там уже восемь месяцев прошло, след простыл, а ты мне здесь сейчас очень нужен. Молодым. Директор музея в коридоре. Зову? Зовю. Разрешите? Здравствуйте. Паша! Павел, это ты! Вот свела судьба старых друзей. Ну, не ожидал. Друзьями мы с Пчелкиным не были, хотя знакомство давнее. Он бывал в одной близкой мне семье, считался женихом, но мужем не стал. Обошелся без ЗАГСа и смотал удочки. Конечно, не он первый, не он последний, и смешно становиться в непримиримую позу, но есть подробности и слова, которых нельзя простить. В общем, Пчелкин мне решительно неприятен. Правда, мы лет десять не встречались, но у меня о нем твердое мнение плохое. А ведь его действие по делу предстоит объективно оценить. Мне это будет трудно. Боюсь поддаться предубеждению. И потому, товарищи, считаю для себя неэтичным вести дело дальше. Значит, самоотвод. Горячее дело вводить нового следователя. Владимир Александрович, вы допускаете, что Знаменский может быть необъективен? Вполне допускаю, Зинаида Ульяновна, и вынужден согласиться. Постоянно держа умея, что он предубежден, Павел Павлович вряд ли может быть объективным. Разведет болезненную щепетильность, и улики против директора будет приписывать свои неприязни к нему. Еще чего доброго преуменьшит его вину. Напишите рапорт с изложением мотива самоотвода. Слушаюсь, Вадим Александрович. Слушаю, Вадим Александрович. Закова на месте? Нет. Вернется срочно ко мне. Хорошо. Досадно, да? Поверьте мне тоже. Вы с Зыковым работали? Нет, не приходилось. А вы? Мы сталкивались, но не близко. Так. Опыта у него, конечно, маловато. Ничего. Будет советоваться. Подготовьтесь в список неотложных действий. Я составил себе план на ближайшие дни. Так. Очень хорошо. Ваше предложение, Зина Доревна? Ну, прежде всего, сравнительная экспертиза обеих картин из музея и с таможнями. Постараюсь договориться в центральных реставрационных мастерских. Я бы проверил на подлинность все картины, которые крались, возвращались, товарищ полковник. Согласен. Мегать нельзя. Ваше, Зина Доревна, подумайте, пожалуйста, кого можно направить в музей? Хорошо. На что можем рассчитывать с вашей стороны, товарищ Томин? Область для меня новая. Люди новые. Пока общая разведка. Вы только представьте меня двум-трем завсегда дым и бросайте. Опекать не надо. Хорошо, Александр Николаевич, постараюсь. О, Тамара. Здравствуйте. 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 Я так до вас останусь. Да, я сейчас приду. Вот познакомьтесь с Томином. Мой друг отдыхал у него на юге. Добрый день. Саша. Человек заболел любовью к прекрасному. Тяжелый случай. Немного есть, да? Томин, пожалуйста, познакомь с кем-нибудь. Я обещал, мне надо. Все. Ну, разве вы? Ну, насколько я понимаю, двухэтажная избушка на берегу моря или в горах, которая нуждается в украшении, да? Примерно так, Томичка. Хорошо, Саша. Пойдемте. Мальчики, здравствуйте. Добрый день. Мой будет вам представить. Саша с юга. Начинающий коллекционер. Пожалуйста, прошу любить и жаловать. Да, вообще. Простите, я пошла. Спасибо, Томичка. Спасибо. Саша. Добрый день. Саша. Саша, рад. Чем можем быть полезным? Решил коллекционировать что-нибудь настоящее. Вот, посоветуйте, чтобы не ошибиться. Это зависит от косов и простите соленства. А, понял. Ну, а что нас все-таки интересует? Вот, я еще не знаю, на чем остановиться. Хотелось бы сойтись с понимающими людьми. Послушайте, Саша. Увлекаетесь искусством? Ну, питаюсь. Там от угла и до угла. Сплошное искусство. Идите выбирайте. Нам надо поговорить. Понял. Не буду мешать. Я не прощаюсь, да? Да, так вы, други мои, по поводу красного коня. Вон, да, Альберт Иванович. Ну, позови. Здравствуйте. Альберт Иванович, да, здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас? У меня старинный сервиз Поповского завода. Поповский, разве старин? Ну, что вы. Он очень красивый. И потом, знаете, он весь целый. Почти не пользовались. Почему в салоне не берут? Да там не называют стоимости. Надо привозить. Вы знаете, надо такси нанимать. Ну, ладно, я посмотрю. Потом комиссионная сборная, пожалуйста. Пошли. Знаю. Знаем, я понимаю. Я aprender. ЗАТО- ... Б등 absolute. Знаю, я могу. Днем я Motoто도. По- Counterинь aboutают, что обозначаем. О broхали день-зоваживай в грамоте. о чем у меня. Эти часы пережили пожар Москвы и до сих пор день за днём тикают, представляете? Вот послушайте, послушайте. Действительно тикают, что я вам говорил. Мне они не нравятся. Нет, нам не нравятся. Я бы предпочла напольные в деревянном бутляре из боевых. Большие такие. Такие простые, уютные. Такие бывают, пожалуйста. Если мы оставим свой телефон, мы можем надеяться? Конечно, я к вашим услугам. Спасибо большое. Прошу вас. Мы вам будем очень-очень признать. До свидания, заходите. До свидания. Всего доброго. Здравствуйте, Сергей Егорович. Здравствуйте, простите, я не припомню, где мы с вами встречались. На юге, в тёплых краях. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, а как вас по имени и отчество? Смотрели. Да. Вы что, для себя? Или так, для виду? Для виду, для виду. Предлагайте мне подряд, что подороже. Сейчас. Ах, вот, пожалуйста. Оригинальная вещь. Сейчас в моде. Прошу. Прошу. Да. Сколько это этот подсвечник? Подсвечник? 338 рублей. Он уценён за дефект. Вот здесь вмятина, видите? Ничего, ничего. Это можно повернуть, если нет. Выпишите. О, пожалуйста, прошу вас. Пожалуйста, в кассу. Вы давно здесь? Больше года, Александр Ильич. Павел Павлович, здоров. Вновь? Будет рад. Александр Ильич, сердце рвётся. Поговорите. Вы не выкроете для меня часок. Позвоните. Полная неожиданность. Я только-только с аэродромом. Да, мне это известно, товарищ Кипчак. Скажите, часто ли вы продаёте картины через комиссионный магазин? Собственно, всего один раз. У вас там знакомый приёмщик? Нет. Когда вы сдавали, была очередь или никого? Очередь. Долго ждали? Порядочно. Не меньше часа. Не обратили внимания, что принесли другие? Серго, я разве припомнил? Картины тоже? Да. Маленькую акварель Бенуа. Так, хорошо. Скажите, сколько дней спустя вы наведывались узнать о судьбе картины? Я не наведывался. Я почти сразу уехал в санаторий. У меня язва. Сочувствую. Кстати, напомните мне имя отчества приёмщика. Но я понятия не имею. Но, однако, договорённость о приёме подпаска существовала? То есть, загадя? Да. Нет. А почему же вы были уверены, что картину возьмут? Я совсем не был уверен. Предложенная цена 600 рублей вас устроила? Да. Даже сверх ожиданий вещь плохонькая. Так, очень хорошо. Очень хорошо. Да. Сидите, сидите. Скажите, с кем из сотрудников магазина вы раньше общались? Лично ни с кем. Может быть, не лично, а через посредника. Нет. Следовательно, товарищ Кипчак, не имея ни предварительной договорённости, ни какого-либо опыта реализации картин через комиссионный магазин, вы отправляетесь туда в разгар своего рабочего дня и битый час стоите в очереди, даже без твёрдой надежды на успех, потому что вещь плохенькая, как вы говорите. Так? Ну, в принципе, так. Очень хорошо. Да. Скажите, почему возникла острая необходимость сдать подпаску? Разве я сказал острая необходимость? Просто он мне не подходил. А много у вас картин? 64. 64. И долго вы коллекционируете их? Лет 12. Ну, за это время, очевидно, приходилось, так сказать, расставаться с некоторыми вещами, да? Естественно. Скажите, а какие ещё картины вы издавали в комиссионный магазин? Больше никаких. Между прочим, вы меня об этом уже спрашивали. Разве? Ну, возможно, возможно, да. Товарищ Кипчак, вам не кажется странным, что, обратившись на авось к услугам магазина, вы неожиданно получаете хорошую цену и подпасок немедленно покупается иностранным туристам? Да, немного странно. Чем вы объясните, что единственную сданную вами картину, причём плохенькую, купил человек, пожелавший увезти её за рубеж? Это его надо спрашивать. Кому вы рассказывали о своём намерении сдать картину на комиссию? Жду ответа. Я пытаюсь припомнить. Нет, никому. Отчего же вы скрывали своё намерение? Скрывал? Ну, товарищ Кипчак, 12 лет вы реализовывали картины через друзей и приятелей. Очевидно, они всегда были в курсе, что вы готовы продать. И вдруг вы обращаетесь к услугам магазина и никому об этом не говорите, ни с кем не советуетесь. Ведь это же ваши слова, товарищ Кипчак. Я ничего здесь не присочинил. Но впечатление такое, как будто я в чём-то повинен. Нет, помилуйте. Что вы. Просто задача следствия тщательным образом выяснить обстоятельства дела, чем я и занимаюсь, строго в рамках приписанных мне законов. Итак, товарищ Кипчак, чем вы объясните, что скрывали своё намерение сдать подпаску на комиссию? Жду ответа. Хорошо, пусть скрывал. Хотя я ничего не скрывал. А получилось само собой. Что толку было скрывать? В нашем кругу он никому не нужен. Что толку было разговаривать? Интересно, а зачем же вы приобретали никому ненужную вещь? Кстати, за сколько? Я и не приобретал. Я получил её при обмене стенка на стенку. Не понял? Ну, когда вам говорят, давай махнёмся всё то, что у меня на этой стенке, на всё то, что у тебя на той стенке, стенка на стенку. Цель подобного обмена? Каждое квалифицированное собрание требует определённого принципа. Даже развесить картины нельзя просто так, тяп-ляп. Должна рождаться определённая цветовая гамма, сочетание полотен. Бывает, годами бьёшься, то уберёшь, то повесишь, а всё равно ничего не получается. Ну вот, наконец, всё кончено. Кажется, надо остановиться, а остановиться невозможно. Тогда разом идёшь на большой обмен, и опять вроде в пределе. Но бывает, некоторые полотна начисто выпадают. Хорошо, я понял. С кем и когда вы произвели эта стенка на стенку? С Васей Кротовым, из нее кожзаменители, месяца три назад. Хорошо. Позвольте. А это что такое? Возвольте. Пойдите. Товарищ Пчёлкин. Пожалуйста. Здрасте. Добрый день. Следователь Зыков. Здрасте. Добро пожаловать. Пчёлкин. Рекомендую. Ирина Александровна. Здравствуйте. Зыков. Здравствуйте. Моя коллега-исподвижница. Вместе изучали обе ваши картины. Присаживайтесь. Спасибо. Ну что же, я попрошу вас популярно объяснить товарищу директору, каким вы пришли выводом и каким путем. Иришка, открой с полотна. Вот это вот тот самый прохвост с огурцом. Ну что же, вы хотите сказать, что вот под этим по уголам... Под ним подлинный авторский слой. Доминико Тертакапули Эль Греко. 1541-1614 год. Ну а сверху свеженькая мазня. Такая-то вот, видите ли, история. Нет. Да нет, да ну что, ну это же просто не может быть. Рад бы вас утешить, голубчик. Да нечем. Мы проверяли рентгена флюоресцентным способом. Видите ли, дело в том, что в каждую эпоху один и тот же цвет достигался красками разного химического состава. Ну существуют таблицы с набором пигментов. Так вот, пурпур на мантии вашего кардинала состоит не из кашемели, которая употреблялась в те стародавние времена, а из обыкновенной красочки современного фабричного производства. Товарищи, ну вы поймите, я не знаю там это, кашенель, кашемель, но я же вижу, наша картина же старая. Ну что, вы взгляните, вот трещинки же по всему полотну. Вы возьмите лупу, посмотрите. Ухажайте мне трещинки. Ирочка, растолкуйте его. Вы знаете, есть несколько мошеннических приемов, чтобы состарить полотно, быстро состарить. Ну вот, самый простой. Пишется картина в тепле, затем выставляется на холод, затем снова в тепло. И, конечно, краски не выдерживают, трескаются, но трещинки, понимаете, другие, другие трещинки. Так что это не след веков, а, так сказать, холодильное производство. Возили на полчаса в мастерские какие-то. Я адрес записал. Ясно. Держи. Не похоже, чтобы арестовали. Туда-обратно на городском транспорте обыкновенно. И ты за ними? Хвостом. Безотлично. Отойдем. Что делать-то будем? Долго ты будешь топтаться тут на Петровке под носом у милиции. До победного. Либо его отпустят, либо того. Сами ж велели глаз не спускать. Перестараешься. Заметен ты. Поезжай-ка обратно. Итак, я жду правдивого, подчеркиваю, правдивого рассказа, как случилось, что в музее произошла кража. Ну, я не знаю, как произошло. Но моей вины тут нет. Интересно. Разве не на вас лежит забота о сохранности музейного имущества? На мне, конечно, на мне. Но так я или не заботился? Да меня был один сторож, а я ввел двух сторожей. Дневного и ночного. Да, да, да. Вы знаете, что это такое выбить лишнюю ставку для музея? Так вот я выбил. Проверим, проверим. Ну, конечно, проверяйте. Кстати говоря, и сигнализацию тоже я выбил. Да, я целый год строчил докладные. Да, и потом монтировали ее при всем честном народе. Почему мы не закрыли музей для посетителей на время работы? Так чтобы не закрывать его для посетителей. Которые, кстати говоря, совершенно не обращали никакого внимания на то, что там делают. Скажите, вы считаете подобный ответ достаточным для протокола? Ну, товарищ следователь, ну вы поймите меня тоже правильно. Но бригада из области возилась с этой сигнализацией целых три дня. Три дня в разгар сезона. Когда экскурсии, отдельные туристы, целые группы. И что, и на три дня закрыть музей? Иностранные туристы тоже были? Да, конечно, целыми косяками идут. Очень хорошо, очень хорошо. Так, следующий вопрос. С какой целью вы замяли историю с кражем? Ну, чтобы, так сказать, не уронить репутацию музея. Ну и вообще, вы знаете, чтобы не будоражить общественное мнение. Я предупреждал вас, товарищ Пчелкин, что жду правды. Где и кем вы работали прежде? Сафотделом в области, в управлении культурой. Назначение директором музея понижение? Ну, знаете, по зарплате, в общем, то же самое, а формально-то да. За что вас сняли? Ну, не поладил с начальством. Повторяю, с какой формулировкой вас сняли? Нарушение финансовой дисциплины. Если бы в управлении стало известно о происшествии, то угрожало бы еще одно взыскание. Не так ли? Ну, конечно, они бы были рады. Вот то-то и оно, товарищ Пчелкин, что не о чести города выпеклись, а о собственной карьере. И в результате следствие началось восемь месяцев спустя. Восемь! Да, вы оказали ворам неоценимую услугу своим молчанием. Надеюсь, что неумышленно. Надеетесь? Что, то есть, вы что, вы что, думаете, что... Да нет, подожди, это уже слишком. Ну, хорошо, но человек, ну, ошибся, ну, оплошал, ну, ладно. Ну, это же не дает вам право сомневаться в моей порядочности. А чего же такое право у меня есть? Да нет, подождите. Ну, что ж, вы считаете, что я сам у себя взял и... Хорошо, минуточку. Чем, к примеру, мы опровергнем такое допущение, что подмена картин в музее была произведена давно и что имитация с кражей послужила лишь средством окончательно замести следы? А? Товарищ Пчелкин. Ну, что, если на то пошло, а чем вы докажете, что вот этого самого замазанного кардинала украли из нашего музея? А может, у нас с самого начала висела копия? А? Ха! Да-да-да, между прочим, вы зря улыбаетесь. Когда принимали эти картины, то никто не проверял их этими новыми способами. Ход не глупый, не глупый, товарищ Пчелкин, и вы могли бы на нем поиграть. Но есть одно досадное обстоятельство, которое помешает. Мы послали в музей группу экспертов, и сегодня утром мне сообщили, что из семи похищенных полотен возвратилось лишь два настоящих. Таким образом, украдено пять картин. Пять? Пять, товарищ директор, пять. Кто-то славно поработал, молю я, фальшивки. И, кстати, у вас на глазах. Ведь нужно же сидеть в музее. Точную копию по памяти не напишешь, не так ли? Да, конечно. Конечно. Подождите, я постараюсь сейчас вспомнить, кто сидел. Нет, вы знаете, я сейчас не могу вспомнить. Вы извините. Так, подождите, минуточку, минуточку. Вы что же, не фиксируете, кто допускается в музей для копировки? Ну и ну. Замечательно. Это придется целую поэму писать в министерство культуры. В министерство культуры. Ну что же, вы, конечно, напишите, что во всем виноваты пчелки. Я изложу факты. Ну, товарищ следователь, ведь в конце концов, я же и так уже пострадал. У меня лично, знаете, сколько украли? У меня там замшевый пиджак висел в кабинете. Новый, болгарский. Блок сигарет БТ. Мне только что из Москвы привезли. Журнал там один. Ну, журнал ерунда, конечно. Чепуха такой. Журнал для мужчин, знаете, пикантный. Турист один иностранный оставил. Книжка очень дорогая, редкая книга, искусство Фаберже. Так, прошу. Пиджак. Цвет, размер, особые приметы. Размер пятидесятый я нашел. Цвет, ну, замшевый такой, знаете, ну, коричнево-бежевый какой-то приметы. Ну, какие приметы? Почти не ношеные, такие разрезные карманы, знаете, по-моему. Книга, как вы сказали, искусство... Очень дорогое издание. Это, знаете... Год выпуска чье издание? Год выпуска... По-моему, семьдесят второй. Издание лондонское. Да, лондонское. Это прекрасное издание, такое шикарное, намелованной бумаги. Очень дорогое издание. Как к вам попало? Привез художник один наш, ездил в туристскую поездку. Фамилия? Художника? Художника. Шапошников. Ну, и вот и привез в дар музею. Хорошо, ладно, проверим, проверим. Ну, и последний на сегодня вопрос. Картины талановского происхождения находились все вместе? Да. Да, да. Все двадцать три картины, все висели вместе и под одной табличкой, что это дар художника музею. Занимали две стены. Скажите, их расположение было неизменным? Ну, в общем, да. Что значит в общем? Ну, однажды я кое-что перевесил. Что именно и куда? Перевесил. Врубеля поднял и Венецианова повыше. Ну, так стало лучше освещение. Знаете, они заиграли по-новому. Ну, а двух голландцев опустил вниз. Кто при этом присутствовал? При перевешивании? Да. Антипыч помогал. Кто это Антипыч? Сторож наш дневной. Ну, еще кто-то был. Да ну, вы знаете, я уже и не помню. Да какое, в общем, это имеет значение? Вы знаете, это имеет большое значение, очень большое значение для вас, товарищ Пчеркин. Это может быть единственным свидетельством в вашу пользу. Не понимаю. Ну, это не важно. Постарайтесь точно вспомнить, когда вы перевешивали картины. Когда? Ну, сейчас я скажу точно. За пять дней до кражи. Что куда перевесили? Вот фотография картин Таланова. Ну, как я понял, эти две сюда, а эти на их место. Значит, двух голландцев взяли по ошибке, считая за Венецианова и Врубелина. Безусловно, безусловно. По ошибке. Вообще, в музее действовал кто-то некомпетентный. Он имел инструкцию брать картины по их местоположению. Ну, и взял место Врубеля и Венецианова двух голландцев. В котельной начали разбираться, копии на голландцев не заготовлены. Ну, поневоле оставили. Ну, соучастник вряд ли стал бы подкладывать друзьям такую свинью. Я боюсь, что пан директор нас ни на кого не выведет. Да, для сведений. Я сообщил перечень пропавших полотен всем организациям, связанным с продажей, с куплей и с выставками картин. Вряд ли их будут выставлять. Если не найти, кто украл, картины могут лежать за печкой до нашего с вами выхода на пенсию. Дайте-ка мне список вещей, которые называл Пчелкин. Минутку. Вот, пожалуйста. Судьбу журнала для мужчин я проследить не берусь. А вот искусство ФБРЖ книга явно на любителя. Займусь. Крупный вор горит на мелочах обычно. Папа придет из поликлиники. Пожалуйста, заставь его полежать. Хорошо, заставлю. Забудь. Между прочим, с пятницу ты знаешь, какой сервис притащил? Я знаю, элементарный поповский. Нет, не поповский. Что я не могу купить для развлечения? Непопов. А что же? Было бы тебе известно, в Кайдоровской Германии работала фабрика, которая занималась исключительно подделкой поповского фарфора. Это что, значит, мне всучили лимпопо? Вот именно. Позор. Лимпопо, не расстраивайся. Кругом жулики. Кругом. Можем. Могут каждого надуть. Знаешь, каждый может ошибиться. Насчет папы не забыть, да? Угу. Все, я опаздываю. Лобзай у тебя. Убежала. Ой. Ой. Ким. Алло. Ким. Ну, на коммерцию развалился. Мне нужен каталог. Да, сейчас. Клиентка придет. Ничего ей не известно. Ну, сырой материал. Ее еще надо обольщать. Давай не ори. А, так бы и сказал. Господи. Ну, пивка выпей и мне принеси. Не проспался, да? Ну, шут с ней, ладно? Подождет, принесешь в четверг. Лобзай у тебя. Здравствуйте. Здравствуйте. Выходите, пожалуйста, если не ошибаюсь. Альбина Петровна. Да. Да, Петр Иванович. Я по рекомендации иду. Знаю. Прошу вас. Спасибо. Вы знаете, в ваш музей просто страшно входить. Глазам больно. Какой роскошный торшер. Ой. Стиль вампир. Красота. Ой. А картин, картин. Додик сказал, что если эту квартиру оклеить сто-рублевыми бумажками, вышло бы дешевле. Даже в два слоя. Сколько же на это потрачено денег? Дорогая моя, когда вы имеете дело с произведениями искусства, вы не тратите деньги, вы их вкладываете. Надежнейшее помещение капитал. Ну, к слову, вот эта картина. Прошу. Прошу. Матисс. Слыхали такого художника? Да. Приблизительно. Очень известный художник. Прошу. Когда в начале 50-х годов, прошу, я приехал в Москву, изобрел на старый арбат в комиссионку, эта картина висела на продаже и стоила 500 рублей. Тогдашних, до Рекорминых. Я удивился, почему так много. А теперь ее цена минимум 5 тысяч нынешних. Фантастически. Ну, вы знаете, во всем мире сейчас все дорожает. А вы знаете почему, дорогая? Наша вселенная расширяется. В каком смысле? В буквальном расширяется, расширяется и расширяется. Ой, ну перестань. Ага, научно доказанный факт. Научно доказанный факт. А старинных вещей не становится больше. Вот они и дорожают. Ой, ну вы шутник. Слегка, слегка. Прошу, прошу. Спасибо. Ну, так чем же я могу вас порадовать? Вы знаете, Додик называл какую-то французскую фамилию. Фаберже. Фаберже. А, да-да-да, Фаберже. Но ведь Фаберже, это серьезно, дорогая. Я знаю. Но мне нужна подарочная вещь для мужчины. Для мужчины? Да, для мужа. Годовщина свадьбы. А ваш муж по какой специальности? Мебель, промтовары, продукты? Нет, нет. Строй материалы, не он, а я. А, интересно. Люблю деловых красивых женщин. Значит, Фаберже и никаких гвоздей. Да? Да. Додик сказал, что это будет действительно ценная вещь. Очень ценная, дорогая. И что вам мечтается? Про сигару, пепельницу. Ну, вы знаете, вы мне покажите, я выберу. Хорошо? Но, честно говоря, Я бы вот купила у вас этот торшер. Вы знаете, честно говоря, когда я вошла и увидела его, он меня просто околдовал. Изумительно. Вы знаете, дорогая, здесь не антикварная лавка, вы в доме Бабарыкина. Ну, вы меня извините, конечно, я не хотела вас обидеть, но... Ой, нет, нет, я лучше повернусь к нему спиной. Итак, Фаберже. Да. Ну, что ж, надо подумать, у меня есть кое-что на прицеле из коллекции знаменитой пастербургской балерины, любовницы великого князя. О-о-о. Да. Знаете что, дорогая, приходите к нам в четверг, на знаменитый Бабарыкинский четверг. Я что-нибудь подберу к этому дню. Соберутся все. Знаменитые коллекционеры. Ой, какая роскошь. Ну, если бы она была маленькой, я обязательно бы у вас ее украла. Вы же не нравитесь, моя дорогая. Очень приятно было с вами познакомиться. Знаете что, Альберт Петрович, жизнь хороша до ужина. С вами хоть сегодня, Альберт Петрович. Не могу, не могу. Важное дело. Завтра. Хорошо. До свидания. До свидания. Я позвоню вам. Хорошо. Всего доброго. Ну, кроме того, при вспышке сверхновой звезды рождается множество электронов со скоростями близкими к скорости света. Они разлетаются на громадное расстояние. Ну, вот для нашей галактики эти быстрые электроны чересчур шустры. И, разумеется, их приводят в норму, чтоб не обгоняли других. Вот каким образом их приводят в норму? Вот кто из вас сообразит? Магнитное поле? Совершенно верно, Урнов. Магнитное поле. Альберт Иванович, закончите занятия, закройте клуб и отдайте ключи Кружковской Надежде Матерьевне. Хорошо. Пожалуйста. Расскажь. Расскажь. Разбей. Разбей. Здравствуйте. А, Иваныч, вы обещали рассказать про Софииды? А, ну хорошо. Садись. Софииды это... Это гиганты. Это маяки во вселенной. Софииды это пульсирующие звезды. Они то угасают, то расширяются. То, что звезда угасает и сжимается, садись, означает, что внутри она раскаляется. И когда будет перейден допустимый предел сжатия, то... И когда будет перейден допустимый предел сжатия, то... Ну, скажем так. Терпение звезды лопается. И начинается ее возрождение. А вот последний раз мы с вами встречались в местах лишения. Вы приезжали туда из-за побега одного заключенного. Да. Изрядно воды утекло. Да. Течет она ужасающе быстро. Я ведь имел глупость обидеться на вас тогда, Александр Николаевич. Тогда в колонии у нас разговор один был. Вы, наверное, забыли. Почему? Помню. Надя из Львова ждала ребенка. Вы собирались жениться. Потом закрутились в какую-то аферию и уходили за решетку. Правильно? Да. Сейчас мне кажется, что это сделал кто-то другой. Некто по кличке хирург, по квалификации уголовного кодекса мошенник. Поверите, сегодняшний Ковальский готов тогдашнему хирургу голову свернуть. Замечательная моя женщина. Я мог бы счастлив. Затаили обиду? Просили разыскать ее, сообщить адресу. Я не сообщил, да. Ну что вы, Александр Ильич? Ну какие оправдания? При вашей сумасшедшей работе, разве я не понимаю, о чем говорить? Да нет, я ведь сам ее нашел, в конце концов. Только поздно. Опоздал. Всего два месяца, она вышла замуж. Пожалуйста. Спасибо большое. В ваших сегодняшних заботах ничем не могу быть полезным. Спасибо. Кто знает. Скажите, Сергей Рудольевич, а что среди коллекционеров? Имеется мошенничество? Бывает, конечно. Но в основном это чистые люди. Вы знаете, тут, тут мне как-то один сказал, я зажженный человек. Представляете, мне понравилось. Так вот, они все такие зажженные люди, горят. У вас, наверное, постоянная клиентура, связи? Есть. Целая телефонная книжка, я им нужен. Вы, часом, не слышали, никто не хвастался, что приобрел английскую книгу «Искусство Фаберже». А, край муха где-то слышал. Да? Да, есть на руках такая книга, но два-три, не больше, экземпляров. Вы знаете, легче достать самого Фаберже, чем эту книгу. Я вот, например, Фаберже в натуре видел, а книгу нет. А каков он этот Фаберже, который вы видели? Замечательно. Тончайший аромат. Вы знаете, я видел бокал золотой и потом пресс-папье. Значит, внизу сердолик, а сверху такой спящий серебряный лев. Впечатляет. Знаете, когда вспомнишь, что за этого льва можно целую машину купить? Да будет он. Да, мода, Александр Ильич, мода. Этого Фаберже так привознесли, что от твоей бендвинуточи лини. Ну что ж, я попробую. Я попробую расспросить насчет этой книги. Сергей Рудольевич, мне вас послал счастливый случай. Я думаю, а не удастся ли через вас некоему Саше с юга, владельцу дачи на Южном море, затесаться в среду коллекционеров и художников, а? Ну, если просьба без тапки расскажите. Скажу, скажу, конечно, просто думаю, чем вам помочь. А, зашла одна мысль. Держите ее. Есть один молодой человек, некто Дмитрий Кудрявцев, по кличке Додик. Он такой общий любимец, вхож всюду. Я с ним на короткой ноге. Вот я думаю, что он вас введет куда нужно. Коровин, Коровина, списываем Свечинкина. Свечинкина, поскольку он перешел к Корлецкому. К Корлецкому. Корлецкому. А Ветчинкину записываем двух Айвазовских. Айвазовских. Ну и не доброе здоровье. Так, Щукин. Щукин. Увозим Верещагина. А Верещагина. Пишем. Бабарыкину. Так, Бабарыкину. Так, Бабарыкину. Я на веселение бываю. Либо пьян, либо тресер. А сейчас просто веселый. Батюшки. Это что же я сподобился у зрителей? Знаменитая картотека. Контроль и учет передвижения художественных цен. Ну ладно, ладно, не трогай, не трогай. Я, по счастью, родной не собиратель чужого. Я сам художник, творец. Гори, гори, мое! Господи, больно. Что ты какой-то крученый, верченый ебол? Тебя видеть не могу. Взаимно, Анатолий Кузьмич, взаимно. Вот, вот, держи, держи, я тебя и выгоню. Не гоните, ради Бога. Может, друг, как еще глядишь, что-нибудь пригожусь, а? А что Альберта-то не слышно? Обещал дома быть. Массажистка у него, массажистка. Десять рублей сеанс, три раза в неделю. Хорошенькая. А муза, значит, стряпает. Стряпает, 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 стряпает. Ему бы надо было на шеф-поваре жениться. Вот, бедные сугробы, да что ж ты мне так мешаешь, ебол? Ну, какое это твое дело? Юный Евгений. Он самый. Вот, спроси-ка меня, Альберт, почему я веселый? Ну, почему ты веселый такой? Почему я веселый такой? Да, почему ты веселый? Да вот, штучку тут одну принес. Неплохую. По всем статьям. Подержи. Вот, показывай. Пишем. 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 Облиткой пепель у нас. Не дурно. Полюбокуйтесь. Алексей Анатолий Кузьмич. Прекрасная работа с невооруженным глазом. Ну, это надо же беследовать, все изучать. Ну, займись вводьбой сам, а там у меня тут дел полно. Хорошо. Ну? Не зря я веселый такой. Ну, что ж, пойду. Пойду. Исследовать вооруженным глазом. Пойду. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Ну-ка, сказал с горечью поэт, мы не в Чикаго, моя дорогая Ну, что там у Музы с обедом? У Музы полная кивана Анатолий Кузьмич Ну? Ну, так сколько стоит этот фабережат? Ну, так что-то... Надо на это найти покупателя Найти? Мне деньги нужны сейчас Значит, если ты встретишь человека, которому сейчас не нужны деньги, ты меня разбуди среди ночи, приеду полюбопытствовать Алик, я помидоры забыла, ничего, а? Нет, ничего, конечно Да Тоже Тоже Ой, какая прелесть Ой, чудо Так и думали Фаберже Прелесть Ты достал? Ты достал? Угу Где откопал? Ким добрался до коррекции петербургских балеринок, любовницы великого князя Точно, как водер сразу наискосовку, две старушки-сестрички, балеринина и племянница Она продается? Продается Сколько? Да Папа Папа Давай возьмем Да что ты, Муза, сейчас это не входит в мои планы Папочка, давай Алик Тогда ты Ну, бери ты Алик, не прогадаешь Честное слово Это же значит, что нам полетела распродажа у российского Пока мы не имеем возможности, на кухне ничего не пригорело Посмотри, я сейчас Ах, какое чудо Муза Анатольевна, купите вы Вам я подешевле выступлю Папа Взаймы дашь? Не рубляк, что за блажь, слушай Давай договоримся Ко дню твоего рождения ты получишь фаберже А, я хочу этого Я умываю руки Я ведь сама достану без вас Достану Слушай, Ким там подбиваясь купить Э, ты был? Кончатывай фокусы Понял? Ну что ты? Тебе же отец сказал Ну хорошо, ладно, спокойься Кончай, кончай Ладно, 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 не будем Духовку выключи, мясо готово уже Мясо? Да Ну ладно, все положили Слушай, Ким Так интересно Только сейчас начинают появляться Самые талантливые работы фаберже Как будто бы они Прятались и ожидали Когда их смогут По достоинству оценить Не согласен? Вполне согласен У фаберже были не сплошь удача У него была и Вычурность и красивость А тут Просто Просто Благородно Чистое серебряное литьё И эта рыбка Слегка Утрированная С модкой Иронии, замечаешь? Замечаю иронию Эта рыбина Она вообще такая штука Я бы сказал с настроением Даже с подтекстом Вот именно С подтекстом И знаешь, я уверена Появись она Чуть раньше В общем С плески моды Да никто бы не обратил внимание А сейчас Когда каждая находка на виду Думаешь и сравниваешь Я считаю То, чем все восторгаются Это средний Уровень Средний А есть вершина творчества Фаберже Золотой Период Так Ну и Что ещё Вы туда относите? Из вещей Что держала в руках Пресс-попьес Со спящим львом, например Ага А Подсвечник змея? Да Да, пожалуй И знаешь Все его работы В каком-то едином стиле И помечены Московским клеймом Московским Занятно Я даже Решила одну статью написать Альберт Хорошее название придумал Золотой период Серебра Фаберже Дайте почитать Когда допишите Да, конечно Ким Ты знаешь Я рыбку возьму Только ты пока Помалкивай Сколько старушки Просит? Старушки Тёмные Знают, что старинные серебро И всё Ладно Договоримся Продолжайте Да Значит Состав преступной группы По всей видимости Разношерстный Товарищ полковник Во-первых Это художники Которые готовили копии Затем Исполнители преступления Если польстились на пиджак Сигареты Книгу Значит просто мелкое жульё И в-третьих Очевидно существует тот Кто всё это организовал И взял на себя Реализацию Похищенной Скажите Подтвердилось Что у директора Пропали вещи? Да Замшевый пиджак у Пчёлкина был Теперь исчез Книга искусства Фаберже тоже была Действительно Подарил местный художник А в благодарность Директор у себя в музее Повесил его картину Так Ну что ж Давайте подытожим Значит директор Как соучастник кражи Отпадает Так? Да, товарищ полковник Я разрешил ему уехать Кирчак продавший Подпаска тоже Всё проверено Он ни при чём То есть что, другими словами Вы зашли в тупик? Да нет Надеюсь, что нет Извините, товарищ полковник Пожалуйста Извините, господи Александрович Сидите Пожалуйста Слушаем Среди Среди людей Которых припомнил Пчёлкин Была группа студентов Художественного училища Они снимали копии Как раз с этих семи картин И судьба этих копий Неизвестна Вам неизвестно Или им тоже? Да ни мне, ни им Здесь история такая, товарищ полковник Значит, из средств общественного питания К училищу обратились с просьбой Помочь художественно оформить Вновь открытые торговые точки И прямо указали Какие картины хотели бы получить Именно те, товарищ полковник Которые потом были украдены Ну, деканат разрешил Для студентов это был и заработок И практика Им копии зачли Как курсовые работы Деньги училищу пришли по почте За копиями прислали машину с шофёром Погрузили всё, дальше никаких следов А что в тресте? Трест картин не заказывал Перевод отправлен частным лицом Имя, адрес, всё вымышлено Скажите, а в училище Там хоть помнят Внешность человека С которым вели переговоры? Помнят Молодой блондин с бородой Ну, это, знаете, это безнадёжно Это даже шутка такая есть Особые приметы Усов и бороды нет Так, вернёмся к ворам Значит, вы считаете, что с картинами Они действовали по шпаргалке, так? Пиджак и прочие-то вещи Прихватили для себя, так сказать Сверх плана, да? Думаю, да, товарищ полковник Так, но ведь Книга по искусствоведению Уголовникам для себя не нужна И тут тоже смахивает на заказ Пожалуйста, поинтересуйте Савчалкина Кому он её демонстрировал Хорошо, товарищ полковник Есть на экземпляре отличительные черты? Да, прожжено пятнышко на переплёте Головка спички отлетела Понятно Так, что у нас по линии угрозыска? Томин нащупывает связи в кругах художников и коллекционеров Так Надеюсь, вы понимаете, что Преступление по своему характеру Является беспрецедентом Жду максимум усилий Нужна помощь? Говорите Командировка на два дня, товарищ полковник Повезу студентов в музей опознавать копии Великобритания Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Харьков, да? Харьков. Да, когда-то я там воевал. Что в Харькове новенького? Вот на днях под Копай передал городу свое собранное. Да что вы говорите? Двести с лишним болотен. Молодец. Перов, Маковский, Ремен и так далее. В общем, весь 19-й век. В областном музее открыли экспозицию. Было очень тепло, торжественно. Приятно. Кстати, о Малой Третьяковке слышали? Совхоз Борнова. Это поразительно. Тысячу картин подарили художники, коллекционеры. Поразительно. Да. Да, кончают лучшие из нас. Да, если вы знаете, что не упрячут запасник до Маковкина загоня, я бы все отдал. Завтра же. Третьякову, конечно, низкий поклон, но есть в ней его капиталы. Да еще, если бы районный архитектор дал разрешение на строительство, я бы такую галерею отгрохал. И я один такой. Да, рано или поздно перед коллекционером встает вопрос. А что же будет дальше? Да. Курить? Да. Закурюсь. Здесь курить запрещено. Да? Да. А если не потерпешь? Идемте на курку. Где это? Можно? Да, пожалуйста. Пойдем? Пойдем. А, это еще лет. Додик пришел. Здравствуйте, Додик. Здравствуйте, Додик. Здравствуйте, Додик. Додик, вы не забыли? Товарищи, вас много, Додиков мало. Додик может все, но Додик не может все сразу. Здравствуй, милый. Здравствуй, Додик. Здравствуйте. Кстати, за вами тени для глаз из березки. Сказано сделано. Да. Прошу. Здравствуй, Додич. Слушай, мне же срочно. Ну, конечно, сейчас сделаю. Прошу прощения. Да. Но мне нужен и Додик. Здравствуйте. Додик, я видел потрясающий телефон. У него только трубка, а в трубке наборный диск. Это возможно. Попробуем отгрузить. Кстати, вам какой серый, бежевый? Бежевый. Замятанно. Простите. Додик, вы обещали позвонить про испанскую гитару. Сын покоя не дает. А, да-да. Прошу прощения, минуточку. Музычка, Муза Анатольевна. Можно минуточку? Пожалуйста. Забыл представить. Друг Сандрик. Здравствуйте. Будущий меценат. Любить не обязательно, но попрошу жаловать. Пожалуйста, проходите. Чувствуйте себя свободно, так дома. Благодарю. Благодарю. Так, Додик, как же, а? Да-да-да-да. Да помню, испанская гитара. Ну, дорогой, располагайся, чувствуй себя как дома. Проходи. Так. Ну, рыбоньки мои, попрошу, сразу же в аквариум. Тамарочка. Юга. Здравствуйте. Какими судьбами? Градит. Додик привёл. Откуда вы знаете Додика? Тамарочка, странный вопрос. Додиков все знают. А где он, кстати? Пошёл грузить испанскую гитару. Ага. Извините меня. Ну, Лучка. Конечно. Конечно, иди. Додик. Здравствуйте, милый. Тут не очень. Ну, что толку опять обсуждать? Что? Давай лучше оприхватываем еще по наперсочку. Самое опасное в жизни пугаться. Альберт Иванович. Да. У вас там женщины у нас спрашивают. Иду, Лена. Иду. Ну, забось и не бойся. Здравствуй, моя дорогая. Здравствуй, Альберт. Здравствуй. Вот эти часы у вас сильно падают. Они по Гринвичу ходят. Зачем? Зачем? Английские часы, английская привычка. Прошу. А-а-а. Паренька, я сейчас в пунктах, блин. Так, просто не могу. А, конечно. Не за все. Прошу. Не за все. Да? Хорошо, ладно. Спокойной, Альбиночка. Здравствуйте, Ребенка. Здравствуйте. Здравствуйте. Адиньевич. Это послуждано. Милокфен, можете, Ромилочку? Развлеки, пожалуйста, даму. Пардон. Додик, солнышко, про путевочку не забыли? Разве Додик кому-нибудь когда-нибудь что-нибудь отказывал? Не знаю. Вам куда? Ялта? Сочи? Мисс Хор? Нет. Руза? Да, средняя полоса. Прекрасно, заметно. Додик. Додик, ты не знаешь, что это за дети, да? А, это мой друг, будущий меценат. У него то ли вишневый сад, то ли уречный огород. И цветет красивыми купюрами? А что ищут в краю далеком? Ну, все, что ему смогут продать. Ясно. Вы знаете, а я по раимности думала, что все произведения искусства, они находятся в музее. Частная коллекция для меня просто неожиданность. Милая женщина, разумеется, искусство принадлежит народу, а картина принадлежит мне. А как это вам удается? Мы коллекционеры. Люди целеустремленные. Есть коллекции, которые создаются десятилетиями. Путем непрестанных поисков, усилий, жертв. Вот едва ли не половина того, что вы здесь вот видите, это было спасено буквально от полного уничтожения. Потрясающе. Это когда? Тут есть вещи, которые я находил в подвалах, в сараях, на чердаках. Бог знает где. И потом это все нужно было очищать от пыли, от плесени реставрировать. А есть картина с драматической судьбой. Собственными руками в Ленинграде я вынес их из руин, уберег под бомбежками, под обстрелом. Когда в те дни большинство людей думали о том, как бы выжить, мы, собиратели, пеклись о судьбе художественных ценностей. Когда в нашем госпитале умирал полковник Островой, которого я трижды оперировал, он завещал мне всю свою коллекцию, веря, что она не погибнет. Вот. Как видите, она не погибла. Как интересно. Привет! Ты заставил себя ждать, моя дама, в нетерпении. Народа много? Весь по ногтям, друзья. Ты не объяснишь мне, между прочим, где рыбка? Рыбка для дамы жирно. Хватит портфигары. Я спрашиваю не про жирно-постное, я спрашиваю, где пепелится? У Музы пока гостит. Ким, без номеров. Пока мы с Музой тебя не пригрели, ты ходил без портков. Вшивый гимн. Музы. 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 Дай мне, пожалуйста, ключ от спальни. Искусство требует жилокальной музыки. Я не виноват, что очередная жертва искусства. Приятно вы ее. Ким? Ким! Ох, чистые два голубка. Альберт и Альбина. Здравствуйте. Альберт, что ты такой сказал Ким? Бросился, ушел, хлопнул дверью? Ну, накатывает на него. Сегодня ушел, завтра вернется. Ты, музычка, пришла как раз вовремя. Альбина Петровна интересуется, где можно взглянуть на фабор уже. Да. Мне бы хотелось взглянуть. На Фаберже можно взглянуть в оружейной палате, в историческом музее и в Эрмитаже. Подумайте. А я была уверена, что он француз. Нет. Еще дед Фаберже принял русское подданство. Во всем мире он считается великим русским ювелиром. Да? Да, он принадлежит России. У вас есть еще какие-то вопросы? Нет, спасибо. Вас все разберетесь сами, да? Я еще полистаю альбом. Да, мы полистаем альбом. Полистайте, полистайте. Николай Романович. Вот че жду вас. Вот че жду вас. Здравствуйте, пожалуйста. Ну, что же вы не звоните? Ну, что же это? Ну, вот дела. Ну, с делами. С такими делами, знаете, какие вещи можно пропустить? Ну, тут. Проходите, пожалуйста. Ну, вот такой имеется портрет, Николай Иванович. Да, остался он же. Ну, ладно. Смотрели его уже, наметились. Предлагали мне, о, ну, денег. Я не хочу им отдавать. Ну, не хочу, знаете. Я считаю, что такая вещь должна находиться в хороших руках. Рассмотрите, я вам не буду мешать. Анатолий Кузьмич, ну, признайтесь честно, ведь это Рокотов, да? Ну, а почему бы нет? Очаровательный портрет. Удивительный. А кто этот человек? А, это известный математик. Ну, и коллекционер, конечно. Да. Нет, Альберт. Цена невозможная. Я предупреждал, это Фабераже. А Фабераже это серьезно. Теперь смесь на руке. Какая сладкая чаша. Это работа. Это же не работа, а сон. Угу. Посмотри. Климо. Проба. Да, да. Пожалуйста. Точно такой же портсигар в коллекции. Леди, Таркса. Леди, это же на лорда и на международном аукционе. И он сам все поснимал год до. Господи, какой у вас... Полотен 15, кажется, мирового значения имена. Не может этого быть. Невероятно. Да я слышал, что именно так и было. Брехня. Брехня. Знакомый недавно ездил, картины на месте. Картины-то на месте. Да только не настоящие. Директор гениальный малый, да? Давно заменил картины копиями. Копиями? Копиями. А потом разыграл липовую кражу. И от вода глаз. Вот, учитесь у Саши. Не успел приехать, как уже все выведал. Конечно, Тамарочка. Брехня. Как это брехня? Брехня? Можно сказать, из первых рук. От гениального директора? Зачем? У меня в соседнем номере живет юридический чин. Имеет полную информацию. Выходит, директора упекли. Зачем? Гуляй, директор. Знать-то про него знают, но доказать ничего не могут. Вот-вот дело закрою. Слушай, и в какой гостинице вы все информированы? В каком смысле информированы? Как ты думаешь, где я могу останавливаться, да? В России, конечно. Вам, вероятно, суетно у нас после вашего уединения? Сейчас я вам все продемонстрирую. Пожалуйста, сюда будьте любезны. Иногда человек нуждается в обществе хоть сколько-нибудь себе подобных. Только у тебя вроде и так стыкать от себя. Вот очень. Полная дюйма. Табличная полючка. Заметанная дюйма. Додик, сними даму, она мне больше не нужна. Нам и не нужна. Ну, тепло у тебя в крае родном, да? Иной день не жарко. Хорошо, но пить хочется. Конечно. Чай пьешь, да? Чай пьем, вино пьем, коня пьем. Все, что для здоровья. Молодец. Ну, чашки, чашки нужны, да? Хочешь антикварный сервиз? М? Недорого. Тысяча три. Да нет. Посуда вроде есть. Посуды достаточно. Посуды это стаканы, вилки, ложки, сковородки. Я тебе фарфор предлагаю. Знаменитый ты, Паховский фарфор. Кого хочешь спроси? Да нет, вроде, посуда достаточно. Я бы сарьяна взял. Ах, сарьяна ты бы взял, сарьяна. Так, подожди. Понял. Простите, Муза, можно ли я тебя за минуту? Муза, в спальню меня папаше уступил. Пойдите помогите. Что, ты сын убил? Не хочу я никуда. Искусство требует жертв. Не нравится мне все это. Требует жертв, Муза. Воснецова их хватило. Да не может. Может. Не по-прежнему, под кровать полез, картины достал. Те картины, которые на продажу идут. Иди, Муза. Иди, я тебе говорю. Иди. Ну, значит, сервис не хочешь покупать? Да нет, вроде, не надо. Не надо, да так. А в бильярд играешь? Немного могу. Ах, молодец. Айда сыграем. Твой урюк, мой сервис. Ах, эй. А сорьяне, о сорьяне. Потом поговорим. Понял. Пойдем. Одну секунду, дорогой. А, купюры, купюры возьми, правильно. Эй, сыр. Я не спрашиваю, Анатолий Кузьмич, сколько вы заплатили супруги российского, но помилуйте. А вы не спрашивайте. А вы не спрашивайте. Ведь мы же обсуждаем объективную стоимость виси, а также ее целесообразность приобретения для вас. Ну, хорошо, хорошо. Надо подумать. Папа, ты хочешь его продать? Жаль. Мне кажется, это лучший пустынник у Нестерова. Вы, Елена Эдуардовна, ух, какие гвоздики. Да, вот. Да, вот. Некоторым. Вы знаете у Додика фамилию его южного андрога? Только... Поняла. Да сколько же был пустынник у Нестерова? Один в Третьяковке, другой в русском музее. А это что, Муза Анатольевна? Это третий. А где-то, может, есть и четвертый. Нестеров не раз повторял свои вещи. Каждый раз с новой ноткой. Посмотрите. Вот здесь до боли чувствуешь невозможность полного слияния с природой. Думаю, это поздний, Нестеров. Мысли становятся глубушей, чувства умудренней. Тебе что, обязательно нужно было сюда прийти, да? Так и расхвалившись, что не до продажи. Так и просят с ноги бежать, повесить ее в передний угол. Правильно сделаешь. Ну, посерьезно, Анатолий Кузьмич. Ваша крайница. Вот теперь не знаю. Ну, пришла и расстроила. Ну, может быть, все-таки подождем, когда разойдется весь народ. Анатолий Кузьмин Искарт Продолжение следует... Продолжение следует... Извини, дорогой, заднее сиденье, как видишь, все занято, но даму подвезу с удовольствием. Спасибо. Какое-то нехорошее дело. Ну, Альбиночка, поезжайте. Да, Костю. Опасно отпускать только с этим товарищем. Не боитесь, все будет в порядке. Ну, я позвоню, да? Ну, счастливо. Садово. 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 У тебя причитается. Выиграл, да? Славной не пропадет. Ну, смотри осторожнее. Это тебе не павловский фарфор. Второй раз не достану, разобьешь. Пока. Садово. Ну, с приобретением вас. Спасибо, дорогая. Вас, по-моему, тоже, да? Ну, в общем, да. Вам куда? Мне на пресню. На пресню? С удовольствием. Вот. Так, ну что ж. Давайте для начала выясним, кто что копировал. Потом я запишу ваши показания. Вы, Миша. Вот этот пейзаж. Так, понятно. Лена. Вот моя работа. Так. Алеша. Вот. Саша. Хорошо. Вы Оля? Кардинала Эль Грека. Но его здесь нет. Так, понятно. Ребята, посмотрите внимательно. Это ваши работы? С одной стороны, как будто бы и да. Но с другой, как будто бы и нет. Нет, я смотрю, и мне не верится. Неужели я могла так хорошо справиться? Я могу сказать. Это моя работа. Так. Некоторые детали помнятся. Мазки. Но они подправлены и заметны. И у меня та же самая картина. По ним кто-то здорово прошелся. Главное, мы не обрабатывали под старинным. Да. Да. Но если допустить последующую доработку, все-таки это ваша картина. Или вы сомневаетесь? Нет, нет. Наша. Правда, у меня не были прорисованные детали. Я пленился, понимаете. А тут все. Следовательно, в данный момент в музее находятся картины, сделанные вашей группой. А потом некто без вашего ведома внес свои изменения. Так уже после того, как деканат засчитал их как курсовая работа. Правильно? Правильно. Вам ясно, товарищ Пчелкин? Ой, ясно мне, ясно. Только мне это все до лампочки. Я сдаю дела. Простите, товарищ Зайков, мы вас ждем. Хорошо, сейчас. Ребята, я вас попрошу. Подготовьтесь к точному ответу, по каким признакам вы узнаете свои картины и какие изменения были внесены в них позже. Хорошо? Хорошо. Я ненадолго встречусь. Проходите, товарищ Зайков. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне сказали, что общественный совет музея желает со мной побеседовать. Да, вы знаете, мы глубоко потрясены случаем. Хотелось бы услышать об обстоятельствах. Да, очень. Ну что же, я проинформирую вас в тех пределах, в каких это пока возможно. В конце концов, он не брал с меня клятвы, что я никогда ничего не скажу. Это же подразумевалось. Вообще, нужно было раньше проявлять щепетильность. А сейчас ты только зря срамишься. Простите. Да. Можно вас? Да, пожалуйста. Скажите, то, что копии дорабатывались без нашего ведома, это важно для следствия? Это чрезвычайно важно. Тогда я должна вам сказать, что с кардиналом было иначе. Так, так, слушаю вас. Понимаете, я напросилась на эту практику. Деньги были нужны. А Эль Грека, Эль Грека мне не давался. И так случилось, что Антон Владимирович решил мне помочь. Поэтому эта копия больше его, чем моя. А кто такой Антон Владимирович? Это наш руководитель практики. Художник Цветков. Да, меня уговорили руководить практикой. От училища некого было послать. Скажите, вы собственноручно вносили поправки в работы студентов? В подобных случаях это не принято. Значит, не вносили. Вы видите ли, студенты должны выполнять курсовые самостоятельно. Должны, не принято. Ответы очень уклончивые, согласитесь. Знаете, меня интересует, как обстояло дело в подобном, вот в этом конкретном случае. Ну, возможно, разок-другой я и брал кисти, не помню. Скажите, вам известно, что украденные из музея картины были заменены копиями, сделанными под вашим руководством? Ну, это маловероятно. Копии все-таки ученические. Очень хорошо. Ваши отношения с директором Пчелкиным? Ну, шапшинное знакомство. Три раза покурили, поболтали. О чем? Что называется на погоде. По утверждению Пчелкина, вы интересовались книгой искусства Фаберже. Ну, это чтобы польстить ему, так сказать, доставить удовольствие. Скажите, вы кому-нибудь рассказывали о наличии у Пчелкина такой книги? Вы знаете, затрудняюсь. Было давно. Ну, извините, утомил вас расспросами. Ну, что вы, что вы, что вы, что вы. Я понимаю, служба. Так. Ну, если я, на ваш взгляд, способен что-либо прояснить, пожалуйста. Думаю, что способны, товарищ Цветков. Только, к сожалению, память у вас слишком слаба. Даже забыли, как собственноручно снимали копию с кардинала Эль Грека. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Проболтала снегодница. То-то я чувствую, что у вас некий камешек за пазухой имеется. Ну, что ж, по делам мне, греховольник. Чем вы объясните, что наиболее ценную картину из семи заказанных мифическим трестом взялись писать вы сами? Разве суть к картине? Суть в девушке. Вы же видели ее. Ах, студенточка, студенточка. Я такая просветающая юность, застенчивость. Ну, надеюсь, поймете меня как мужчина-мужчина. Говорят, вы участвовали в передаче картин заказчику. Я? Да. Кто это говорит? Вахтерша училище. Глуха, бестолкова, вечно поле чушь. Спросите у нормальных людей. Вам ответят, что после защиты курсовых я в училище вообще месяца три не приходил. Ну, вахтерша не утверждает, что вы приходили в училище. Но она видела, как вы разговаривали с шофером, который приехал за этими картинами. Ну, вот видите, а я слыхал, что шофер приезжал под вечер, так что его мало кто мог заметить. А тетка Настя сумела меня углядеть. И что, все-таки так вот и заявляет, что она меня видела? Она говорит, кажется. Если бы это было твердо, я бы здесь у вас давно сидел. И не в качестве свидетеля. Еще ничего не потеряно, товарищ Цветков. Можно наверстать. Чем вы объясните, что во время руководства практикой не жили в гостинице, хотя для вас было забронировано место? Ну, видите ли, если бы такой вопрос задала жена, мне бы пришлось врать, выкручиваться. Ну, вам отвечу честно. Предпочитаю ночевать не один. У кого вы останавливались? И, кстати, в прежние приезды до практики тоже. Думаю, что могу не отвечать, так как замешана женщина. Слушайте, ваши отношения с женщинами, товарищ Цветков, следствия не интересуют. Вы жили на квартире рабочего той самой Котериной, где после кражи были спрятаны картины. Вас не интересуют женщины. От души сочувствую. Слушайте, оставьте подобный тон. Оставьте. Что общего у художника с кочегаром Пропольцей, ранее судимым за разбой? Разумеется, между нами ничего общего, но его сестра. Да, я художник. И что касается женских прелестей, в противоположность вам, дорогой товарищ следователь, я не в силах себе отказать. Товарищ Цветков, я жду ответа на конкретные вопросы. Нет уж, позвольте это говорить, вы уже допытывались. Я писал Марусю. Не понимаю право, что вас так смущает, мы уже взрослые люди. Будь ее брат, самовар, кочегар, я не знаю, хоть сивым мером, мне безразлично. Потому что Маруся великолепна, бог не верит темперамент. Хорошо, прочтите и подпишите свои показания. Добрый день. Добрый день. Я из кадра хранения ценностей. Догадался. Вот здесь одна коробочка, я вскрыл одну, а все остальное в ценности сохраняется. Располагайтесь. Привет. Привет, здрасте. Здравствуйте. О, откуда такая посуда? Это не посуда, мой милый, это поповский фарфор. Лично выиграл бильярд при исполнении. Лихо работаешь. Ну, что делать, надо было играть и выиграть, иначе платить деньги. А кто мне утвердит две тысячи? Что у тебя? Саша, тобой интересовались гостиницы? Ну, да. Сегодня администратора справились о тебе. А у дежурной по этажу узнали, что рядом живет юридический чин. Значит, клюнуло. А кто приходил? Парень с бородкой. Ну, не важно. Не важно. Главное, чтобы барыкинский четверг сработал, не пропал зря. Понял? Значит, там у кого-то рыло в пуху. Ладно, Петру Сергеевичу передай, пусть выписывается и благодарность. Будь здоров. До свидания. Сергей Рудольфович, пожалуйста. Добрый день, Сергей Рудольфович. Томин говорит. Извините, как всегда, спешка, а вы сегодня не работаете. Ну, по поводу книги вести нет, Сергей Рудольфович? А давно она у него? Нет, нет, отпадает, уже не годится. Я ищу ту, что появилась совсем недавно. Два раз слышал, что у барыкиных есть. А как давно? Да вот и я не знаю. Кстати, Сергей Рудольфович, вы видели две вещи Фаберже. Уже три. Их происхождение известно. А пресс-попьей и парцигар. Через Альберта? Любопытно. Ну, спасибо, спасибо, Сергей Рудольфович. Всего вам доброго и отдыхайте. Доварищ Томин, сервис не Поповского завода. А чей? Подделка. Был раньше такой промысел, подделка русского фарфора. Промысел, подделка? А вы уверены? На этом сижу. Должна понимать, за что расписываюсь. Прошу прощения. Так что извините, если огорчила. Нет, нет, что вы, что вы, вы меня натолкнули на мысль. Промысел, подделка. Характерно, что мне в том же доме сучили лимпопо. Лимпопо? Это речка из Айболита. И одно только слово твердит. Лимпопо, лимпопо, лимпопо. Замечательные стихи. Расписаться? Да, пожалуйста. Я вам помогу, подождите. Исторический музей. Добрый день. Отдел драгоценных металлов, пожалуйста. Здравствуйте. Говорят из уголовного розыска. Майор Томин. Я могу получить у вас срочную консультацию? Вот это то, что выходило из мастерских Фаберже. Московское отделение просуществовало до 1918 года. Еще совсем недавно был жив один из лучших монтировщиков драгоценных камней, Николай Фанасьевич Дмитриев. Нинга Ивановна, а как определяется подлинность вещи? Вы знаете, для изделий фирмы Фаберже довольно легко это сделать. По безукоризненной монтировке, великолепному вкусу. Говорят, что старик Фаберже каждое утро обходил свои мастерские. И если ему что-нибудь не нравилось, он молотком разбивал дребезги, почти готовую вещь. Но если говорить серьезно, то, конечно, лучше всего определить, где была и кем была сделана вещь, это по клейму. Фирма Фаберже имела несколько клеем. Одно из них, начертание, имело полностью фамилию Фаберже. Другое с буквой начальной его имени Ка Фаберже. А иногда просто имени Ка Ф в разных щитках. Но сложность еще заключается в том, что лучшие мастера фирмы имели право ставить собственное клеймо. Как, например, мастер Михаил Перхин. Вот видите, клеймо Фаберже и рядом стоит клеймо МП Михаила Перхина. Но это уже разговор для специалистов. Понятно. Нина Евгеньевна, а какова стоимость на изделия Фаберже по сравнению с другим изделием из того же материала в нынешнее время? Даже трудно сравнивать. Ясно. Слушай, Зинаида, пропадаю. Что, если попрошу тебя задержаться сегодня попозже вечером и подыграть мне в одном маленьком спектакле? Ну, если пропадаешь, наверное, соглашусь. А в каком? Ну, по жанру это будет водивиль, конечно, если начальство позволит. Безумная идея, но рискну. Товарищ генерал, майор Томин просит разрешение посоветоваться. Возникла срочная необходимость проверить качество определенных антикварных предметов. И вот есть некая дама... Сюда, Клик, дорогой. Мы люди доверчивые, не гордые, да? Покупаем настоящую вещь, не торгуемся. Хотят обмануть? Извини. Правильно. Ну, прошу. Я за сервис не обижаюсь, ладно. Но где один раз надули, могут и второй раз надуть. Правильно, Аллина? Еще как. Хе-хе, молодец, правильно. Я, Аллиночка, когда увидел ваш парцегар, да, я весь загорелся, да, два себе груди. Ну, себе их старшему брать. Я человек небедный, да, но два парцегара, это ужасно. Конечно, я тоже не нищая, но деньги на ветер бросать. Уйз другую дуру. Поищем. Э-э-э, молодец, брать! Сейчас я вожу. На правую. Скажите, товарищ, кабинет Зина Янули Кибрид, не подскажите где? 669-я. По правой стороне. Спасибо. Спасибо. Спасибо, товарищ. Входите, входите. Добрый вечер. Добрый вечер. Ты что-то очень долго ехал, милая, я уже начала ревновать. Зина, Альбини. Зачем ревновать, Золотко? Все чисто. Смотри, у меня. Слушай, ты вот здесь вот, значит, и работаешь? Да. Академик. Прошу вас, присаживайтесь. Спасибо. Что здесь слышал? Вы понимаете, я приобрела портигар. Подержи, вы слышали? Ну как же, выдающийся ювелир. А клеймо есть? Клеймо есть. Знаете, но что-то меня взяло сомнение, а вдруг что-то не так. Весь дорогая. Вот Саша сказал, что вы можете проверить. Во, клеймо. Ну что ж, давайте попробуем. Время обработки металла определить несложно. Попрошу девочек, они завтра же сделают спектральный анализ. Вот возьму только сосков. Как? А вещь не испортится? Да ну что вы, нам нужны только пылинки. А вот как быть с проверкой клейма? Его-то надо сравнить с подлинным. Альбиночка говорит, в Фаберже есть музей. Да, в Эрмитаже, в историческом и, говорят, даже в вооруженной палате. Три штуки. Ну, раз три штуки, то тогда проблемы нет. Делаем фотографию клейма с вашего портсигара и встречаем с оттисками на музейных вещах. Прекрасно. Академик лап завидел. Альбиночка не особо. А, дело житейское. Если опасаетесь, пойдемте, будете присутствовать. Ну что, я вам доверяю. Ну и сейчас. Слушай, какой соскреб. Ну... Не беспокойся, как в аптеке. Она каждый год отдыхает у нас на юге, в меня, по уши, честное слово. А вдруг фальшивый. Ой. Ну, я и устрою этому Альберту. Вселенная у него, видите ли, расширяется. Я ему ее так сужу, что она ему савчинку покажет. Правильно. Лена исследовала металл. Это серебро и довольно чистое, но переплавляли его от силы месяц назад. Месяц назад. Красиво. Значит, мадам стройматериалы получила портсигарчик с пылу с жаром. Она взорвется, когда узнает. А мы погодим сообщать, на всех спугнет. Ну, Зинаида, ну, спасибо. Ты сдала мне очень крупный козырь. Спасибо. А про клеймо не интересуешься? А что, напиши заключение для следователя. Мне ситуация ясна. Подожди. Не все так просто, как ты воображаешь. В музее мы сфотографировали оттиски клеем. Ну, с большим увеличением, разумеется. Оттиски вышли разные. Поскольку клеймо употреблялось не одно. Так. Ну, и методом совмещения мы хотели определить характер подделки. И тут оказалось, что никакой подделки нет. Никакой подделки? На портсигаре сегодняшнего изготовления стоит подлинное клеймо фирмы. Одно из старых, московских. Никаких сомнений, Зина? Нет. Ну, посуди сам, но можно имитировать изгиб шерстинки, попавшие в заливку клейма. Или расположение крошечных воздушных пузырьков. Прилюбопытнейшее разматывается дело. Ну, уперся я в Цветкова, потому что уверен, он замешан по уши. Тем более, что имел неприятности по линии францовки. Давно? Двенадцать лет назад. Ведь контакты с иностранцами могли остаться. Допустите. Случайная встреча, письмо. И опять все завертелось. Вот когда усадите прочно его напротив себя, тогда будете уточнять подробности. Что Томин, наконец, видел у Бабарыкиных этот пресловутый лондонский фариант? Краденов или нет? Пока не выяснено, товарищ полковник. Но Томину обещали портсигар. При продаже, он уверен, покажут книгу. И тогда он убедится. Ну, хорошо. Я прервал вашу повесть об исторических изысканиях. Садитесь. Продолжайте. Ну, значит, мы нырнули на 60 лет назад, товарищ полковник. Удалось восстановить некоторые судьбы и разузнать кое-что про клейма. Одно клеймо, например, похоронено. Ну, просто в буквальном смысле. Похоронено, по желанию мастера, вместе с ним положено в гроб. Другое сгинуло. Во время войны дом сгорел, семья погибла. Но, вы знаете, все-таки нам повезло. Неужели нашли? Дочку мастера. Ну, фактически, последний год-полтора ее отец возглавлял московское отделение Фаберже. Так, так. Вот. Живо клеймо, говорит. Старушка цело, все нормально. Стала искать, все перерыло, нету. Спрашиваем, давно вы его видели? Она говорит, ну, честно не помню, но давно. Спрашиваем, а не интересовался ли кто-нибудь вещами отца после его смерти? Она говорит, жил по соседству очень хороший человек. Так вот, он интересовался. Мы намекаем, а не он ли, мол, того? Она руками машет, нет, что вы, очень хороший человек был, понимающий. Я когда сына женил, так он отцовской работы под свечник купил и хорошо заплатил, выручил. Вот. А звали этого хорошего человека, товарищ полковник, Бабарыкин Анатолий Кузьмич. Занимательно. Очень занимательно. Жила старушка, к старушке ходил старичок, у нее пропала печать, похоже, что старичок стащил эту печать. Ну, а раз он стащил эту печать, значит, он стащил и картины из музея, не так ли? Так. Нет. Не так. Ничто здесь пока не служит доказательством. Ну, товарищ полковник, при его широчайших связях, при его финансовых возможностях, как раз он-то и годится в руководителе крупной аферы. Годится, не значит, является. Кто он в прошлом? Томин выехал в Ленинград, за прошлым Бабарыкин. О, Кирилл, привет. День добрый. Спасибо. Проходи, только моих нет. Вот и хорошо, я к вам. Да, прекрасно. Проходи. Чайку попьем? С удовольствием. Только демократично, если можно, на кухне. Да. Проходи. Проходи. Как дела? Вашими молитвами. Настроение? Ничегошеньки, бодрые. Молодец. Так. Сейчас чайку попьем. Сейчас. Ух ты. Какая прелесть. Ой, какая прелесть. Черт. А Климу-то? Климу. Нет? Фу ты. Слушай, ты меня напугал. Мне уж опять в Аберже почудился. Гадика. Это что? Твоя? Моя. Да ну? Ну да. Вот купил немного серебряного лова, мраморной крошки покрыл златым. Поработал наконец-то в своем удовольствии. Как? Молодец. А что? С фантазией, со вкусом и материал чувствуешь. Прекрасно. Молодец. Приятно посмотреть. И только-то. И только. А чего ж ты хочешь-то? Ты ж меня чуть не провел. Приятно посмотреть. Здесь на то пошло это выше Фаберже. Ох ты. Ну только не зазнавайся. Нашел с кем фигаться? Да будь здесь этот проклятый штамп, вы бы рыдали от восторга. Да? Ну ты меня дурочку не делай. Ну-ка. Пойдем. Иди сюда. Там, там. Вот она. Гляди. Сам сравни. Знаешь, чего тебе не хватает? Школы. Ощущение стиля, аромата эпохи, а на ощупь-то, на ощупь-то, кемушка, совсем другое дело. Ну, нашел, с кем двигаться? Я-то ждал, я-то верил, надеялся. Я вам верил, как оракулу, больше, чем себе. Ну, зачем? Кто тебе велит делать из меня оракулы? Ну, где ваши глаза-то, золотко? Муза, Муза Анатольевна, ну, чем Фалеев хуже? Вот посмотрите, а. Ты знаешь, в искусстве самый непогрешимый судья время. Это я слышал, время испытывает, время отсеивает, время выносит приговор. Естественный отбор, только посмертный, да? Надо, чтобы косточки твои сгнили, и тогда человек спохватится. Ай-яй-яй, жил на свете большой художник Тим Фалеев. Да на шута золотко мне посмертная слава, если я сегодня кутишь. Да ты успокойся, ты не хочешь посмертной славы? Не бери. Ким! 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 После кражи Плющевскому музею предлагали купить две картины. До начала следствия. Да, после кражи, но до начала следствия. Нет, картины не краденые. А вы, помните, объясняли, что две картины случайно уцелели. Врубили венецианов. Копии, копии. Предлагали купить копии картин. Да, 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 да. По-видимому, те, которые ворам не понадобились. Ну да, мы так и подумали. Нет, нет, письменно из Москвы от самого Бабарыкина. Видите, какой фамилии прикрылись? Да, но, вы знаете, письмо, к сожалению, не сохранилось. Да, музей не мог купить картины за неимением денег. Но сотрудники запомнили. Да, 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 да. Ну, за что же благодарить? Наш кровное дело. Пусть держит в курсе. Да, товарищ Сыков, пожалуйста, держите нас в курсе событий. Всего доброго. Всяческих вам успехов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А вы хотите прямо сейчас параллельно? Ну давайте Давайте попробуем. Да. Хорошо Простите. Да, вы знаете, очевидно, мне действительно бесполезно объяснять Чем отличается Ван Дейк от Ван Гога Тем более что эта беседа имела цель приближе к вам присмотреться что-ли Согласитесь молодому следователю это простите? Не знаю, я не следователь Но предположите, что следователи, и прикиньте, какие из ваших слов, поступков, намерений смогли были меня заинтересовать Молодчик, я еще не впал в детство, чтобы заниматься пустыми играми Что же, решительно не догадываетесь? Нет, я знаю, что вы консультировались с моей дочерью С ней консультировался не я Это не важно, не важно Речь, вероятно, идет опять о пресловутой краже картин, которой я не имею ни малейшего касательства Напрасно вы считаете, что вы не имеете никакого касательства к краже картин Фамилия Бабарыкин вот здесь, фигурирует Моя фамилия? Моя фамилия? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну-с, никакого впечатления? Не очень, Олваныч, выросли мы из этого. Нет иллюзий. Макеты в макете. Мой дед работал в Пулковской обсерватории, иногда меня пускали посмотреть в настоящий телескоп. Вот там, ребята, я видел живое небо. С ума сойти. Бездна звёзд полна. Ну, дуйтесь по домам. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Конечно, присаживайтесь. Специальный факультет астрономии есть? Нет, отделение на физмате тут. Так раз туда пробьёшься. А ты дерзай. Если мы себя сегодня не сгубим, то человеческое завтра там. И только там мы поймём, кто мы и для чего мы. А ваш дед тоже был астрономом? Нет, Маришка, был механик. Что-то там чинил, смазывал, налаживал. Вот росточком он к тебе подключил, такой гномик. Вот иногда, мне, ребят, кажется, что я войну выжил только потому, что помню, над блокадным небом есть другое, личное. Хотите, прочту стихи? Понимаете. Автор один американец. Есть белая звезда Джанетта. Если мчаться со скоростью света, Езды до неё десять лет. Если мчаться со скоростью света. Есть голубая звезда Джанетта. Если мчаться со скоростью света, Езды до неё сто лет. Если мчаться со скоростью света. Так к какой же звезде мы поедем с тобой? К белой или к голубой? Объясните мне идейный смысл. Философская грусть, она избыточна. А по-моему, наоборот. Вера в то, что человеку, в принципе, все возможно. Рви в астрономию, Саша. Астрономии нужны оптимисты. Философская грусть там и так навалана. Ну, пока. Пока. До свидания. До свидания. До свидания. Ты откуда? Вас поджидал. А кто тебя звал? Служба, Альберт Иванович. Служба. А. По мою душу из созвездия гонщих псов. Я рассчитывал встретить только зятя Бабарыкина. И потолковать с ним в закрытом помещении. А сейчас, думаю, не лучше ли нам остаться на свежем воздухе? И кое-что мне вам откровенно рассказать. Какие связи у вас были с Плющевским музеем? С Плющевским музеем? Впервые слышал. Ну, однако, вы посылали туда письмо с предложением купить эти две копии. Да ничего подобного я не предлагал. Ну, сами копии у вас есть или были? Ну, слушайся, молодой человек. Любой, кто меня знает, вам скажет, что Бабарыкин не только не повесит на стену, даже в дом не внесет школьную мазню. Так, очень хорошо. Ну, допустим, в Плющевский музей обращались не вы лично. Ну, а кто-нибудь из членов вашей семьи? Нет, это исключено. А, по-моему, напротив, очень похоже. Ну, рассудите логически. В тот момент музей отказался от покупки картин за неимением средств. Но ведь мог и согласиться. Кому бы он тогда выплатил деньги? Продавцу картин. Не так ли? А продавцом числится Бабарыкин, стало бы. Минуточку. Что значит числится? Такие вещи оформляются официально. Вот именно, товарищ Бабарыкин. Именно это я и подразумеваю. Значит, делая предложение от вашего имени, некто твердо рассчитывал на ваше участие. А, ну, знаете что, молодой человек, этот некто, с таким же успехом мог рассчитывать и на фальшивую доверенность, и на что-нибудь другое. Я думаю, вам лучше известно у логики жуликов. Так вы продолжаете настаивать, что никаких связей с Плющевским музеем у вас не было. Вынужден улечить вас во лжи, товарищ Бабарыкин. Вот справка, что в свое время музей приобрел у вас картину Перова. Плющевский музей Ким, ну говори быстрее. Скорее, простите. Ну, хорошо. Ну, ладно, я прощаю, но не первый же раз. Ладно, ладно. За будущее? В каком смысле? Я ничего не понимаю. А? Куда идешь? Не понимаю я ничего, Ким. Я не раз... Слушай, ты, по-моему, просто под градусом, да? Знаешь что, ты потом мне позвони. Мне сейчас не до тебя. После позвони. Прости, голубчик. Олег, что случилось? А? Олег, что с тобой? Господи, родной, почему ты молчишь? Олег! Отстань. Милый, может быть, ты есть хочешь? Отстань! Ой, папа, папочка, где ты был? Ни записки, ничего. Твой идиот, дома? Дома? Зови этого негодяя. Папа, что ты? Что он сделал? Опозорил. Остромил. Как? Замарал мое имя. Чем? Папочка, да что ты, ну что ты, успокойся тебе, нельзя так волноваться. Сядь. Я уже сидел, сидел, я уже сидел, три часа сидел. Три часа мне задавали оскорбительные вопросы, мотали нервы, и все из-за него. Где? Где, на Петровке, девочка, на Петровке. Да, 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 на Петровке. Что ты? И явился молодой, вежливый человек, попросил консультацию, внизу дожидалась машина, и консультация обернулась допросом. Папочка, бедная. Как же они посмели, папочка, ну как же они посмели, успокойся. Вон, вон, видали, вон, проходимец, видали, что я тебя предупреждал 25 лет тому назад, кого мы впустили в свой дом. Муза, он замешан в краже. Опомнись, папа. Да, он связан с воровской шайкой. Опомнись, папа, что ты? В той самой, в той самой, в которой кардинал Эль Грека. Ну что ты? Он, может быть, и предводитель этой связи. Да что ты, папа, ну что? Алик, почему ты молчишь? А почему, как же он не будет молчать? А чем он будет оправдываться? Чем? Я же видел в кладовке все эти копии Врубеля, Венецианова, которые он потом пытался сосватывать в Плющевской музее. Что? Мне теперь все ясно все стало. Все эти шушухи не с Цветковым, все эти пачки денег задним числом стало. Ясно. Что это было? Видели? Ему наскучило на процентах работать у чести. Он задумал, видите ли, схватить астрономический куш, звездочет. Вот, пожалуйста, теперь в моем доме жулик и аферист, теперь мое имя, будут срамить на всех перекрестках и перед лицом этих вечных творений. Ну что ты, пап? Да. Неужели, Алик? Неужели, Алик? Ну, хватит. Теперь я поговорю. Такое у нас будет вечер монологов перед лицом этих вечных творений. Да, я жулик и циник, я веселый аферист. Я задумал артистическую операцию по изъятию картин, стоимость которых выражается шестизначным числом, но меня не гложет совесть при мысли о многих жертвах искусства, потому что я надувал сытых, сытых, жирных и благополучных. А ты, подлюга, вспомни, кого надувал ты, стервятник. И полковник Островой завещал тебе четыре полотна. Четыре! А где ты взял остальные? За полстакана крупы, за шесть кусков сахара или просто так? У кого не хватило силы сопротивляться, он был, видите ли, самотверженным хирургом, ты был завхозом госпиталя. Ай, ты ж... Подлюга! Ты помнишь Романовского? А чем? Профессора Романовского, ты помнишь? Я не понимаю, я не понимаю. Не понимаешь? Я не понимаю. Очевидно о том, что при всех ужасах блокады, при всякой дистрофии я имел мужество. Заткнись, мародер. Заткнись, мародер. Мародер, не было у тебя дистрофии? Не было. Не смей. Смею? Мародер? Не смей. До госпитата ты заведовал базой райпища торга. База сгорела, но твой домик уцелел. И подвал. Я не знаю, что в подвале, только не было у тебя дистрофии. Не было. Ты шастал по городу с заветным мешком. Ты, небось, радовался, когда фрицы устраивали бомбежку, и город горел. А я бомбежку 19 сентября вижу до сих пор во сне, как я тушил зажигалки его таким мальчонкой. Не было у тебя дистрофии. Дистрофия была у нас с дедом, когда мы едва дотащили мать до первого фонарного столба. Так хоронили. Помнишь? Маратёр, не было у тебя дистрофии. Когда ты пришёл к Романовскому, тот едва дышал, ты сунул тыца на мешок и ничего не дал. Ни крошки. Господи, боже мой, боже мой, откуда ты набрался таких дурацких выдумок? Ушлось кому рассказать. Дочь Романовского застала ещё его. В живых он успел ей прошептать. Какая дочь, да что ты, да ты что, откуда всё это приволок? Из надёжного источника, подлюга. Я не понимаю, что он говорит, я не понимаю. Умный человек, что... кто-то кому-то что-то прошептал в предсмертном бреду. Он думает, что я украл Тициана, когда я его спас. Дом Романовского через два дня был разрушен снарядами. Я видел развалины. И дочка Романовского ещё предъявляет ко мне претензии. А что она сделала для того, чтобы спасти это бесценное сокровище? Это оно... Сейчас оно... Сейчас оно бесценное. А тогда оно не стоило ничего. Как и всякая картина. Ничего не стоило. Как и всякая картина. Я... Я соображал, что оно стоило. Я отдавал людям самое... самое дорогое в своём пайке. Пищу, значит, жизнь. Так что это всё ко мне пришло в порядке добровольного обмена. Обмена, да. И мне ещё были благодарны. А то, что в те дни на одной чаше весов и Тициана, и 200 граммов одинаково весили, это уж, извините, не я войну затеял. Так что пусть дочка Романовского забудет о своих претензиях. Со мной не дочка рассказала. Инспектор Мура. Он встретил Полуянова в Ленинграде. Улавливаешь? Полуянова! Ах, так... Ты даже с ним общался, да? Да... Не напугал. Нет? Не напугал. Пусть этот сам инспектор и вместе с Полуяновым попробует у меня взять хотя бы один холст. Срок давности. Срок давности, Альбертик, до того истёк, что весь вытек. Так что думай, пожалуйста, о себе. Ай, нет. Если дойдёт до суда, я тебя по уши утоплю. На это есть золотой период Фаберже. Забыл, тестюшка? Причём тут Фаберже? А за это полагается с конфискацией. Причём тут Фаберже? Да хотя бы. Об этом-то преимуще не говорил. Ах, решил пощадить её чувства. А не познали. Не познали. Сожалею, Муза Анатольевна. В нашей семье был ещё один доходный пункт. Взлёт Фаберже. Лил его ким, сбывал я, а папочка ставил клеймо. Почти всегда собственнорусно. За что папочке-мародёру полагалось 60% у барыша. Мне 25%, а ему, соответственно, 15%. Боже мой. Я, кажется, поняла, о чём сейчас сам наговорил по телефону Ким. он пошёл с повинной. Понимаете, она, Муза Анатольевна, ставит рядом двух моих Фаберже, одного с клеймом, другого без клейма, и начинает наглядно объяснять, чем. Клеймённый лучше не Клеймённого. Конечно, дело не в Музе. Мому добиваться грех. Муза Анатольевна, когда понимаешь, что тоже кое-что могу, а тебе его суют в нос, как недостижимый идеал, почему, скажите мне, я должен заниматься тем, чтобы приумножать чьё-то славу? Почему в Фалеевом Фаберже восторгаются? А самого меня Фалеева, как такового, могут только похвалить снисходительно, да и всё. Я хочу работать сам, понимаете, от своего имени, чтобы уже сегодня снисходительно, если б только до этих дошло. Ну нет, никто в этом доме, даже Муза не принимает меня всерьёз. Ей нужен автограф Фаберже, чтобы она увидела. Понимаете? Понимаете, я хочу снисход Так, понятно, понятно. Сбунтовался талант. Талант униженной необходимостью прикрываться чужим именем, так? Так. это проклятое клеймо отняло у меня вещи, в которые я вложил душу. Попробуй, пойди скажи, что их сделал я. Засмеют. Вот. Потому пришёл к вам. Ну, вот и хорошо, что пришли. Хорошо. Хорошо. Хотя, должен честно сказать, я впервые сталкиваюсь с подобным способом самоутверждения. Почему? Почему же? Способ верный. Будут собраны произведения, которые называют вершиной Фаберже. И суд официально установит моё авторское право на них. Ну, ладно, сколько-нибудь я отсижу, зато вернусь. Пускай скандально, но зато прочно известным художным пьянам. Простите. Простите, ради Бога. Глупости какие-то несу. Волнуюсь. Наверное, поэтому. Скажите, вам известно, кому были проданы ваши произведения? Да. Вот здесь все перечислено. Как давно началось ваше сотрудничество с Бабарыкиным? Месяцев пять назад. Угу. Пошло в спортсигаров, но потом почувствовал, что вроде способен на большее. Так, значит, тогда примерно у них и появилась книга искусства Фаберже. Не скажу, не уверен. Так, ну вы же ей пользовались? Естественно. А скажите, вы случайно не заметили какой-нибудь отметинки там, библиотечной печати, надпись какая-нибудь, ну, повреждение? Как будто нет. Ее берегут. Понятно. Понятно. Ну что ж, хорошо. Следователь запишет ваши показания. Там и решим. что, не задержит? Полагаю, пока это не обязательно. будет. Все рушится, все, все рушится. Дом, семья, все. Семьи не было. Я воспитывался в казенном приюте, но я помню, что это была семья. Дом, уют, хозяйство и дети. Дети. Это не я виновата. Это не я виновата. Не я. Чиста. Не верю. Чтоб ты до пеленки стирала, кашу варила. Тебя устраивало, что никто не шумит, не двигает, никто не бьет хрусталь. Какая там семья? Господи. Антикварная лавка, Бабарыкины коф. Здесь не белят потолок, не моют полы, не открывают окна. Краски, краски могут пересохнуть, краски могут оцелеть, краски могут пропадением, пропадом. Ой, что же будет? Ой, мамочка, что же будет? Что же будет? Что же будет? Ну, прекрати скулить! Что ты скулишь? Причем в условиях твоего положения гораздо лучше, достанешься в стороне. Ай, в стороне, да. Если вас посадят, конечно, в стороне. Только с чем? Отца потеряла, мужа потеряла, репутация улыбкой. Стравы-то выгонят, имущество конфискуют. Вот я с чем в стране осталась. Вот с чем. Вот я ведь еще фаберже купила. в долги и влезла. Это же вашего фаберже купила. Тебя честно предупреждали. Да. Куда честнее. Ах, как честно, я же ничего не знала, ну ничего не знала. Вы обо мне не думайте, я же вам понадоблюсь. Вы же адвокатов запросите, вы же передач запросите. Ты с девицами по ресторанам бегаешь. Вот там, на казенных харчах, ты про девиц забудешь, ты вспомнишь про жену. Ой, господи. Ой, за что мне все это? За что мне все это? Боже ты мой, это же вы вытворяли, чего хотели. А я ничего не знала, ничего, ничего. Брось, мудра, не скромничай. Ты помогала процветанию фирмы и знала, что в доме не чисто. Я подозревала, я все время чувствовала, что-то не чистое, я чувствую, но ведь мне до такой же степени. помни. Здорово, здорово, я стучал. Марусе, кажется, неотдуманно. Что я надумал? Соскучился. Горим, значит. Надеюсь, пронесет. А пока лучше пожить тихо и мирно. Верного друга. Напортачил, значит. Эх, интеллигенция. Свяжешься с вами. Куда? Оползи отсюда. А если что, брехнешь про нас, пожалеешь люто. Ты что? Не понял? Ты что? Сейчас поймешь. Умиритесь и подумайте, что делать. Опашность надо оценивать без паники. Твердых улик пока еще нет. Есть только зацепка про Плюшевский музей. О чем свидетельство и разговор инспектора с Альбертом. Ким, это ход. Рассчитанный на психологический эффект. Когда есть основание, брать человека, его берут без всяких выкрутасов. Ай, Ким. Ну, что Ким? Ты забыл, что Ким. Ну, что Ким? Ну, что Ким, девочка. А правильно ли ты истолковала при всей его эксцентричности такой парадоксальный и смелый шаг? Я вообще думала, что он пьяный. Конечно. Это, возможно, наиболее естественный вариант. Ой, если бы это все прошло, Господи. Ой, если бы это все прошло. Я на все согласна, на все, все забыть, все простить, все. Но что-то нужно делать, что-то, что-то надо делать. Ты слышишь, вот тебе говорит, человек совершенно объективный, вполне разумный, и пора внять голос разума. В конце какая-то. Один ум хорошо, два лучше. Ладно. Давай лапу. Альберт и звездочки, конечно, внял бы голос разума. Оказывается, жив еще ленинградский мальчишка Алька Слитейнова. Алька, с точки зрения того, Альке ты гад и стервятник. Каким душить надо. Мертвые между нами. Над ними протянуть тебе руку. Ну, тебе, лично тебе, папа, ничего не сделал плохого. Ну, мне, кто знает. Я пришел сюда нахальный, голодный, шустрый. Но я был человеком и жил радостно. Я теперь нахальный, голодный, шустрый, но я больше не радуюсь. Я только веселюсь. Иначе в этом доме взбесишься. Алик, я умоляю тебя. Я тебя умоляю. Все гибнет, все гибнет, все гибнет, Алик. Слушай, Альберт, сейчас я тебя прошу хотя бы ради музы. Ради музы прошу тебя. Умоляю. Ах, сыщик рассчитал свой ход правильно. Я просто с надеждой жду, когда раздастся звонок в дверь, кто? Милиция. Человеку, видно, никуда не уйти от того, что в нем есть. Человеческого. Душа гаснет и сжимается. Сжимается. И твердеет. Но у каждого есть предел. Тим дошел до своего предела и взорвался. Сжимается. У меня это тоже предел. Предел сжатия. Тебя заберут. Сжимается. Сжимается. Тебя тоже. Сжимается. 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 И пускай забирают. Нет. Я осталась одна. Совсем одна. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.